Так, ладно, я сейчас начнется Так, три человека пока только Я одного вижу Семь человек, ну сейчас потихонечку подтянется на рот Вы нам, пожалуйста, ставьте плюсы, слышно? Меня и Сергея, слышно? Азамат самый первый Азамат, поставь нам, наши голоса оба слышно? Сергей, скажи что-нибудь Да, да, я здесь Раз, раз, два, два Что там, слышно, не слышно, ничего Да, вон, вижу, всем привет, слышно Ну да, тут запоздание всегда все идет А пока не видно, да, то есть моего экрана, я так понимаю Да, сейчас пока лицо мое видно, вот, все, теперь Я понял, ты запустишь Теперь все, я запустил тебя Угу Я уже микрофон заказал, так что через месяцок будет профессионально Звук Осталось только, чтобы родственники громко не орали Наверное, будет на девять переносить Чтобы они как раз спать шли плавно И как раз можно будет спокойно все проводить В спокойной тишине Я сейчас на стену еще телевизор повесил Как раз сейчас можно звук свой выключить, пока ты говорит будешь Включите ножку, е-мое А потом, чтобы не мешаться никому Так, что у нас времени? Времени уже идет 20.01 Ну вот, народ прям До пяти минут ждем, тогда и начинаем Теперь можешь пока рассказать о себе Там что-нибудь такое вкратце В любом случае, видео уже запись идет Так что Что ты там Сколько торгуешь Вебинары Проводишь, не проводишь Эти, как их звать Дропшип Онлайн арбитраж Что ты знаешь Ну давай сейчас, наверное, все подойдут А я вижу где-то сколько людей Я не знаю, как тебе это показать У меня сейчас 19 человек, короче То есть у меня есть отчет Как тебе это показать, я не знаю Ну давай подождем еще пару минут Я сейчас пойду себе водички налью заодно Пивка, да, для рывка Пивка, да, для рывка Я же не пьем Ну правильно, я тоже Только чуть-чуть Иногда По празднику Бывает настроение В субботу спрошу у народа Сегодня, в субботу У меня нет тренировки Может разрешат мне лайк Подключить Ты еще в субботу хочешь провести? Не, ну в субботу же будет наша, Александр, как обычно Ага, я понял Ну вот, если народ будет не против Я подключу так нежданчик В группу, я имею в виду Может кому-то интересно будет Ну там в субботу, понимаешь Оно как бы больше такое Разговоры по всем и ни о чем Как дела и так далее Ну бывает То есть там людям, возможно, не очень будет интересно Тратить время, если они ранее не были Хотя, может кому-то наоборот Будет очень интересно Тем, кому интересно Проще сразу в скайпе Добавлять и там прям запускаться Ну отчасти, да Но в любом случае Это как бы дополнительное Расширение аудитории Вот, далеко не каждый Как радио включил Как мы говорили про подкасты Если вести Ну да, да С учетом того, что на русском информации Не так много Ну конечно, конечно А бывает там реально Там просто время надо и желание То есть сколько времени надо тратить И соответственно У кого есть такая возможность Вот Ну я предложу Если люди будут не против Я точно знаю, что мы аудио пишем Вот Почему не сделать То же самое Практически аудио Видео Только в прямом эфире И звук автоматом пишется В чем проблема Ну будут против Я, естественно, вылазить не буду Мне как-то это Я от этого, так скажем, денег не заработаю Но хуже нам тоже не будет Вроде информация Вроде все надо объединять Просто заранее предупредить нужно будет С учетом того, что там Иногда узкий круг людей собирается И многие друг дружку продукты знают И как бы они иногда даже там Проскальзывают Озвученные Ну в любом случае Заведомо скажем Вот и все Ну да Заведомо скажем Если кто-то будет против Ну против и против Никто никого За уши не тянет Что, 27 человек На данный момент 27 человек Начнем, я думаю Да, можно запускать Да, что, резину тянуть Все, а то Пока Попробую сейчас что-то Давай Так видно, да? Да, я Сейчас на экране он должен проявиться Подожду Что, никак? На экране что-то не вижу пока Вот, блин Скайп, вижу А, все, появилось Просто задержка Там идет Секунд 30 Да, все идет Хорошо Ну давай Я, наверное, тогда Для начала Познакомлюсь Да, представимся всем И я представлюсь всем Давай, ты рассказывай Я Сергей зовут Ну вряд ли кто-то Меня где-то видел Или знает Ну только кроме таких Уже более знакомых людей Торгую Ну не так давно Начал торговать на Амазоне Уже получил Какой-то опыт В PPC Да, я опять же Не говорю, что я там Супер-гуру И мое мнение Или То, что я говорю Это прям вот Последнее слово Закон И так далее Просто Денис попросил Рассказать Поделиться То, что мне известно И рассказать Всем другим Надеюсь, что кому-то Это будет полезно Потому что, опять же Каждый день Кто-то стучится Что-то уточняет По PPC Или как-то связанное Косвенное По PPC И порой Вопросы очень однотипные Ну и поэтому Как бы Все-таки решил Что будет проще Как бы Если будет такая запись Ну и кому-то тоже Принесет Возможно Пользу Особенно Если это новички Люди Которые только Начинают торговать На Амазон Ну все же Как бы Помогай ближним Своим И тебе воздастся Как-то так Вот Соответственно Соответственно Опять же Это Этот Вебинар Ну или live Надо правильно назвать Он абсолютно бесплатный Как для вас Так и для меня То есть Я здесь ничего не зарабатываю Чтобы все заранее Просто понимали И Также рекламировать Какие-то услуги Там Или свои Или еще какие-то Я не планирую Не собираюсь Как бы То есть Ничего Реклама никакой не будет Я надеюсь Нет Вот Для того Чтобы все-таки Понять Какая аудитория Здесь собралась Там Много людей 44 человек 44 человека Друзья Давайте Может быть У меня просто Мнение сложилось То есть Я буду По PPC Больше всего Говорить Амазоновскому Но Так как Это все-таки Реклама Просто С ценой за клик А помимо Амазона Еще существует Множество Других рекламных Систем Типу Яндекс Гугл Таргет Вконтакте Фейсбуке Еще где-то То есть Можете Вообще Написать Там Хотя бы О себе Кто-то Что-то У кого Есть Вообще Знания Помимо Амазона То есть Допустим Кто-то Напишет Что у него Яндекс Гугл Раньше Настраивал Кто-то Еще Что-то Хотя бы Два слова Чтобы я Понимал Если Настраивая Нет Только На Амазон Это Ваш Первый Опыт Просто Поставьте Минус Я Я Не Вниму Не Увижу Или Увижу Внизу Смотри На Фейсбуке Группе Здесь Идут Комментарии Где Прямой Эфир Идут Комментарии Они Просто Вот Их Всего Раз Два Три Четыре Вот Минус Ты можешь Мне Минус Наверное По большей Степени Я Вижу Минус Сейчас Один Гугл Плюс Опять Минус Я Просто Сделал Первых Несколько Слайдов Для Такого Общего Понимания И Думал Если Все Таки Здесь Люди Уже Сталкивались То Возможно Они Не нужны Потому Что Очень Много Вопросов По крайней мере Когда я Общаюсь С знакомыми Или С познакомившимися Людьми Которые Сдают Вопросы По Amazon PPC Или Еще Как-то С этим Косвенно Связанным Я Часто Вижу Что Люди Не задумываются Что Такое Реклама Сценной Заклик И Наверное Все Таки Стоит Начать С Каких-то Базовых Таких Понятий Чтобы Уже Дальше Не Приходилось Возвращаться К Разъяснению Основ Потому Что Кто-то Не Понял Или Кому-то Стало Не Интересно Опять же Это Мое Первое Наверное Такое Выступление Или Вебинар Поэтому Если Вдруг Что-то Будет Не Очень Доходчивое Или Понятное Или Сложновато Не Стесняюсь Что-то Писать Чтобы Я Где-то Более Подробно Объяснил Так Этот Слайд Это Я Сказал Вот Давайте Первые Первые Понятия Которые Нам Нужны Будут CTR Есть Такое Понятие CTR В данном Случае Это Ну И Вообще В целом Это Соотношение Кликов К показам То есть Если У нас Слайд Было Показано Сто Раз И Получили Всего Лишь Один Клик Соответственно CTR Составляет Один Процент Ну В любых Рекламных Сетях Которые Основаны На Тизерах Баннерах То есть Многократное Количество Показов CTR Который Составляет Один Процент Это Очень Хороший Сетя То есть Если Нам Все Плохо И у нас 0 0 1 Или 0 1 В таком Слуге Чаще всего Смена Картинки Либо Иногда Смена Заголовка Помогает Поднять Данный Показатель Это Показатель Один из самых важных Дальше Вы поймете Почему Также Будем Оперировать Понятия Конверсия В данном Слочи Будем Понимать Именно Конверсию Нашего Листинга Амазона То есть Если у нас Там Было 100 Переходов На наш Листинг И Из них Было Тут Неправильно Правда Написано Соотношение Именно Покупок К Зашедшим На листинг То есть У нас Получается Если было 100 Переходов На листинг И 20 Человек Из них Купило С листинга Что-то Значит Наша Конверсия Будет Составлять 20% 20% На Амазоне Это хорошая Конверсия Опять же На предыдущем Вебинаре Кто присутствовал Дениса Там Рассказывали Как поднять Конверсию Листинга Путем Улучшения Цены Путем Улучшения Фотографий Ну и там Текстов Тоже Так далее Такое Понятие Как Индексация Листинга То есть Мы даем Понять Роботу Амазона Насколько Насколько Наш Листинг Вообще Должен Индексироваться Ключевые слова В листинге Должны Пониматься Рекламной Сетью В которой Нас будет показывать Ну и опять же Ответ От робота Амазона Это релевантность Нашей страницы То есть Если по ключевому слову Молоток Мы показываемся Среди ботинков Или наоборот Значит наш Листинг Нерелевантен Ключевому запросу То есть Если мы ботинками Торгуем А показываемся По молотку Значит Как бы Что-то не то Происходит Ну и Такой показатель Как КОС Наверное Он Уже Многие Кто открывали Амазон ППС Видели Что у нас Там Есть циферка В виде процента В столбце КОС И там считается Как бы Достаточно просто То есть Это выражка Которую мы получили С продаж По рекламе Деленная На Вообще Затраты На ППС Или наоборот Так Я немного Что-то Заволновался Наверное Вот Получается Если у нас Было продано Товар Допустим На 100 долларов И при этом Мы затратили 10 долларов На ППС Соответственно Наша КОС Составит 10 Процентов Ну Это будет Очень хорошо Денис Ты мне тоже Что-то Подсказываешь Ты со стороны Смотришь Чтобы я понимал Нормально Что-то Вещи Говорю Или Ушел Куда-то Далеко Денис Тоже Ушел Куда-то Далеко Алло Меня Слышно? Да Да Слышно Да Слышно Все Я Микрофон Отключил Для того Чтобы Просто Сделать Какой-то Базовый Пример Я Сделал Такую Маленькую Схемку У нас Допустим Покупатели Выбивают Отключу Мы Представим Себя Что Мы Владелец Какой-то Рекламной Системы То есть Наоборот Мы Даем Людям Показы Каких-то Объявлений К нам Обращаются Продавцы И просят Что у нас Допустим И какое-то Одно Место И мы Можем Предоставить Новому Рекламодателю В нашем Случае У нас Есть Два Рекламодателя Иван И Петр И они Продают Продукт Молоток Соответственно Иван Готов Платить За клик Три Доллара Петр Пять Долларов CTR Уже Нам Известна Накопленная Статистика Какая-то Была CTR Первого Рекламодателя Ивана 2% Петра 1% Соответственно У нас На данное Рекламное Место Мы знаем Что за день Будет 1000 Уникальных Показов Уникальных Посетителей Которые Увидят Это Объявление Соответственно Мы как Рекламная Система Можем Видеть Что С Иваном Мы заработаем 600 долларов Получит 200 кликов С Петра 500 долларов Он получит 100 кликов Соответственно В данном Случае Нам Выгоднее Рекламное Место Это Отдать Иван Несмотря На то Что у него Цена За клик Ниже Очень часто Сталкиваются Продавцы На Амазоне С тем Что вроде бы Уже Цена За клик Поднимается А все-таки Кликов Не столько Как хотела У кого-то Может быть Больше Ну это Понятие Ситуация Не только На Амазоне Такая не Объявляется То есть В любой Системе С цены За клик Рекламной Системе Соответственно Дальше Представим Что у нас В данной Ситуации Появился Еще Василий Который Подает Ботинки Ну А ключевой Запрос Который Вводит Пользователь Молоток И рекламное Место Которое Будет Выделяться Оно Как бы Ну Больше Все-таки Оптимизировано Под данный Ключевой Запрос Молоток Соответственно Из-за того Что Василий Рекламируется Не В своей Нише Можем так Сказать Не по своему Ключевому Слову Сетя Василия Составит 0-0-1 Процент Соответственно Чтобы Рекламная Ну Мы как Владельцы Рекламной Сети Чтобы нам Было интересно Показывать Василия Нам Нужно Для него Ну Как бы С него Получать Опять же Либо там 500 Либо 600 Долларов Чтобы он Мог Конкурировать Наравне С первыми Двумя Рекламодателями То есть Соответственно Цена За клик Василия Выставлена Ну В любом случае 500 600 Долларов За клик Ты что Так Варежда Нес Нет Нет Цена Василия За клик Будет 500 600 Долларов То есть Ну Естественно Вот Отсюда И Как бы Тоже На Амазоне Вытекает Что Поднимаем Цену Там Уже До Беспредела Вверх Как бы Она Все равно Не показывает Да Ну Трафика Нет Потому Что Амазон Как бы Почему То Считает Больше всего Ваш Листинг Не релевантен Данному Ключевому Запросу И Только При Там Супер Космической Цене Ему Интересно Станет Показывать Ваше Объявление По Данному Ключевому Запросу То есть Ну Вот Как На Примере С Нашим Футастическим Василием Далее Как бы Так как Амазон Все-таки Еще Заинтересован Чтобы У каждого Из Рекламодателей Были Продажи В итоге Как он Зарабатывает Свои 15% Комиссии С каждой Продажи Помимо Фи Остальных 15% Он еще Зарабатывает С каждой Продажи То есть Соответственно Тут уже Второе Понятие Будет Как Конверсия То есть Он Также Будет Заинтересован По Результату В суммарном Заработке С учетом Вашей Конверсии Если У Ивана Конверсия 10% А у Петра 20% И Допустим С одной Продажи Молотка Ивана Амазон Будет Брать Свою Комиссию Она Будет Составлять 10$ В случае Петра 25$ То По Результату На Иване Амазон Заработает На рекламе 600$ И плюс Еще Заработает 200$ С учетом Его Продаж У него Будет 20 продаж Он Заработает 200$ Итого Он 800$ Заработает На Рекламодателе Иване Который Продал 20 единиц 20 своих Молотков У Петра Ситуация Будет Немножко Другая Он Тоже Продал С учетом Конверсии 20% На рекламе Амазон Или не Амазон Рекламная Сеть Заработала Амазон Амазон Но По результатам Продаж Все Таки Он Заработает Больше То Ему Предпочтительное Рекламное Место Будет Отдавать Петру Уже Сложившийся Именно С коэффициентом Конверсии Может быть Немного Сложно Я Наверное Сложно Объясняю Но Дойдем До Конца Все Так же Еще Возьмем Нашего Сказочного Василия У которого Цена Клика 500-600$ И С Очень Безумно Низким CTR Но Предположим Что у него Конверсия 100% То есть Каждый Кто заходит К нему На листинг Покупает Неизвестно Ботинок Возможно В какой-то Интересной Цене Или Из какого-то Алмаза Еще что-то Получается Что Каждый Вход На листинг Василия Это будет Продажа И с одной Продажей Василия Амазон Заработает 700$ Может Как-то Безумно Дорогой Продукт То есть По результату Получается Что Василий Скорее всего Будет рекламироваться На данном Рекламном Месте По условиям Было только Одно рекламное Место Амазон Условный Амазон Он отдаст Это рекламное Место Василию Потому что По результатам Все-таки Заработок Именно Будет Больше всего С Василием То есть Если смотреть Со стороны Рекламной Системы То То или иное Рекламное Место Будет Предоставляться Какому-либо Рекламодателю Исключительно Из-за того Сколько на нем Заработает Рекламная Система Ты так Стараюсь Подытожить Потому что Очень много Вопросов Почему Меня не Показывают Допустим Или почему Там ставка За клик Очень высокая К этому Мы дальше Пододвинемся Ну как бы Базовое Понимание Наверное У каждого Должно Быть Потому что Где-то Косяк И все-таки Не совсем Выгодно И для вас Эти показы Будут И для Амазов Обратную Сверху Мне хотя бы Денис Ты голосом Можешь сказать Я понятно Объясняю Или Нормально Просто понимаешь Тут Это Можно спокойно Будет записи Пересмотреть И именно Ход мысли Поймать Я надеюсь Что хотя бы Кто-то Улавливает Ход мысли Ну пока Это было Такое Небольшое Вступление Если даже Что-то Не поняли Возможно Потом Записи Спокойно Можно Обдумать Это все Это нормально Да Тогда Перейдем Все-таки К ППС Амазон Груз жесткий Я могу сказать Точно Что-что Груз жесткий Груз жесткий Ну ладно Я попробую попроще Нормально Нет Нормально Понимаешь Мозги должны работать Грузить Буду поменьше Формат Уже к более детальному ППС И чтобы уже Приближенные ситуации Были Почему Что и как Ну Вопрос Я смотрел Когда На фейсбуке Начали писать Комментарии К посту Множество Просили Ну Многие Кто писал Говорили Что вот Я только Привез товар И мне нужно Прям со старта Понимать Что мне делать Я наверное Исключительно Из-за этого И предыдущие Слайды показал И попытался Объяснить ситуацию То есть Люди Вот сейчас Прям хотят Пошаговое Объяснение Ну это как Вступление было Соответственно Дальше идет Пошаговое Объяснение Насколько это возможно Ну во первых Как бы Уже Вы С Валентином И Денисом И еще одним Денисом Вы разбирали Что да Оптимизировать листинг Нужно будет В любом случае На старте Оптимизировать листинг Ну Сюда понимаем Как бы То что Ваш листинг Должен Индексироваться По тем Ключевым словам Которые вы загоните В бэкэнд То есть Ну Ваши Эти Серштермы Которые будут Прописаны В листинге Ваш листинг Обязательно Должен Индексироваться По этим Ключевым словам Метод проверки Я надеюсь Что многим Известится Но в двух Словах Поясню Если вы Берете В поисковую Строку Амазона Вбиваете Свой Асин И через Пробел Оставляете Всю Свою Строку Из Кейворда То есть Там у вас Колбаса Ключевых Слов Поисковой Строки Значит Все хорошо И ваши Ключевые слова Из данных Серштермов Она у вас Индексируется То есть Проверили Листинг Индексируется Все отлично Переходим К следующему Шагу Опять же Желательно Можно запускать PPC Не имея Отзывов Но Эффект будет Не очень хороший Есть конечно Ниша Когда там Один Два Отзыва Это уже За счастье Но тем не менее По большей степени Множество из нас Выбирают Такие продукты Которые Не настолько Дороги Поэтому Ну хотя бы Один Отзыв Я думаю Абсолютно Каждый из нас Может себе Каким-то Самыми сложными Путями Все же Нары Соответственно Лучше Конечно Чтобы их Было Хотя бы Штучек Десять Но даже Один Отзыв Это уже У вас Рядом с товаром Появятся Звезды То есть В любом случае Первый отзыв Будет Звездочный Скорее всего Так как он Заказной Будет И так далее У вас Появится Пять звезд Возле товара И уже Как бы Больше Будет Конверсия И с показом Заход На наши листы То есть Выше Будет CTR И выше Конверсия Будет Тех Покупателей Которые Будут Смотреть Что Все-таки Какое-то Движение По листингу Было И кто-то Написал Вот Далее Получается Слышу Еще Денис От тебя Наверное Идет Что-то Там Шерлок Холмс Какой-то Или Что-то В этом Роде Фон Идет Какой-то Ну Продолжаем Соответственно На старте Вашего Запуска PPC Желательно Очень Желательно Понизить Цену Ну Хотя бы Поставить На уровне Ваших Конкурентов Которые Имеют Самую Низкую Цену Либо Немножко Демпинг Вниз Это временный Демпинг Но он Необходим Для того Чтобы Собрать Как можно Больше Кликов И как можно Больше Продал Чтобы в будущем Легче было Проанализировать Ту статистику Которую Получится Ну То есть Необязательно Продавать В минус Ну Хотя бы В ноль Или В маленький Плюс Чтобы Вы Могли Оставить Такую Цену Ну Опять же В данном Случае Мы пока Затраты Рекламные В Маржу Там И все Остальное Без Расчета Рекламных Затрат Это все Делаем Соответственно Понизили Цену Все Окей Дальше Запускаем Автомат Ну Как Большинство Наверное Гуру По PPC Рекламиру Рекламиру Разговариваются Они все Таки Предлагают Запустить Автомат На 5-10 Дней Этого На самом Деле Достаточно То есть Дневной Бюджет Ставим 10-20 Долларов Это именно В день У вас Должно Сликиваться И Полностью Весь Бюджет От 50-100 Долларов Как правило Пяти дней Достаточно Опять же Бывают Какие-то Уникальные Случаи Но Это Достаточно Цена Клика Лучше Сначала Поставить Высокую Цену Клика И потом Понижать Нежели Наоборот Если Будет Интересно Почему Это Как Ну Это Дальше Потом Вопросы Ответы Сможем Разобрать Соответственно Если Мы Видим Что Ваша Автоматическая Компания Прям Там За Пару Часов Была Скликана И Все Ваш Дневной Бюджет В 10 Долларов Выкликан Но Это Не Есть Хорошо Нам Нужно Будет Понижать Цену Клика Таким Образом Чтобы Вашего Дневного Бюджета Хватало На Весь День Для Того Чтобы Все Таки Собрать Правильную Статистику А Не То Что У У У Трогаем То Собираем Статистику Главное В данном Случае Не Пугаться Порой Бывает Такое Что 5 Дней Накликали Особенно Когда Ставят Бюджет 100 200 Долларов Накликали Много А Продаж Нет Тут Еще Пока Рано Переживать Будет Потому Что У Наша Первая Цель Это Просто Собрать Статистику Что У У У У У Автоматический Робот Амазон Начинает Нас Показывать Где Мы Должны Понять Где Он Показывает Что За Аудитория К нам Заходит На Листинг И Будут Там Продажи Не Будут Продав Какие Ключевые Слова Использует Робот Амазон Для Того Чтобы Привлекать К нам Трафик Подождали 5 Дней Смотрим Отчет Опять Многие Многие Пытаются Анализировать Их Рекламную Компанию Прям На Кабинете Цельных Центрах Прям В онлайне Открывают Свою Рекламную Компанию Начинают Смотреть Что у них Продажи Где были Где клиники Ну Это Конечно Такого Никогда Не Делайте Ну Это Ближе Наверное В ручных Компаниях Когда Анализ В онлайне Но Некоторые Даже На Автоматических Компаниях Пытаются Увидеть Что У них Акос Хороший Ну Бывает Такое На самом Деле Что Вот Запустили 5 дней У вас Покрутилось У вас Акос В районе 20% То есть Все Клево Продаж Много Насыпалось Ну Все Шоколадно Ну И как бы На таком Этапе Обычно Многие Новички Расслабляются И в будущем Потом Это может Привести К нехорошему То есть Вам нужно Все-таки Работать Работать На PPC Если у вас Там Прямо На старте 20% Акос То значит Что вы Можете Еще Улучшить И все-таки В долгосрочной Перспективе Обогнать Или хотя бы Быть на уровне Самых крутых Ваших конкурентов Именно В сфере PPC Потому что Тут Суперсложного Ничего Абсолютно Нету Кроме Как Работать Работать И смотреть Что происходит Анализировать Не лениться Скачивать Им Насчет Как его Скачать То есть Вы можете Зайти в Сейлер-центр Там Во вкладке Репорт Есть Адвертайзинг Репорт И там Кнопочка Серх Стерм Репорт Нажимаем Нажимаем Сабмит И у вас В течение Нескольких Секунд Может Минуты Появится Отчет Его Выгружаем И обязательно Импортируем В Excel Файл Потому что В Excel У вас Значительно Все будет Удобнее Вы там Сможете Структурировать Правильно Графы Столбцы Сможете Расстанавливать Наиболее Скажем так Сортировать От наиболее Наибольших Слов Которые Имели Наибольшее Количество Кликов К наименьшим Те Которые Даже Показов Не имели И вы сможете Видеть Вашу Движуху Которая Там Происходила Опять же На этапе Когда скачали Автоматически Ваш Отчет По вашей Рекламной Компании Вам нужно Обратить Внимание Что в этом Отчете Будет Очень много Осинов Ну Может Не много Может Наоборот Мало Если Осины Составляют Там 80-90% Отчета То есть Это Осины Скорее всего Ваших Конкурентов Или Других Товаров Если Ключевых Слов Очень Мало Осинов Много Значит Что-то У вас Листинг Не то Лучше Все-таки Посмотреть Попробовать Оптимизировать Листинг Еще раз Это Значит То Что Поисковой Робот Амазона Не может Все-таки Вас Правильно Определить Что у вас За продукт И Начинает И смотрит Где кликают Где не кликают Вам В будущем Это Сыграет Плохую Роль Из-за того Что В ручной Компании Ставки Скорее всего Будут Завышаться За счет Того Что Амазон Не понимает Что происходит С вашим Листингом Что там За продукт И так далее Опять же Если Много Осинов Процентов 80-90 Соответственно Пытаемся Улучшить Показатели Нашего Листинга Опять же Полим Леем Еще что-то Улучшаем И опять Запускаем Автомат Все-таки Добиваемся Того Чтобы Было Много Ключевых Слов Также В отчете По Автомат Автоматической Компании Если Все-таки Получилось Так Что Много Ключевых Слов Осины В любом Случа Будут Это Тоже Хорошо Но Тем не менее Ключевые Слова Тоже Есть Для Анализа Есть Смотрим Что за Ключевые Слова Если Это Ключевые Слова Реально Нашего Продукта Мы видим Что Показывает Наш Продукт Значит Все Хорошо Мы Правильно Оптимизировали Листинг У нас Все Замечательно Работает И можем Переходить В ручную Компанию При переходе На ручную Компанию Автоматическую Компанию Не отключаем Можем Понизить Ставку Можем Понизить Бюджет Но у вас Автомат Должен Всегда Крутиться Потому что Он Постоянно Будет Приносить Новые И новые Ключевые Фразы Плюс Также Вы будете Видеть Еще В осинах То есть В ручной Компании Вы не можете Получать Трафик По осинам А в автомате Вы можете Трафик Получать По осинам Осины Это Продукты Ваших Конкурентов И очень Часто Можно найти Интересный Осин Потом При помощи Кейворд Инспектора Спарсить Ключевые Слова Этого Конкурента И найти Множество Чего Интересного Чего Можно Использовать Для улучшения Вашего Листа В будущем Это Так Уже Отступление Пошло На данном Этапе Создаем Ручную Компанию Ручная Компания Но опять же Я рекомендую Не знаю Правильно Нет Я надеюсь Что правильно Все таки Больше Данное мнение Было Выстроено Из тех Материалов Которые Я читал И У Известного Джонсона Который Там Брайн Джонсон Который Пси Супермастер Гуру Ну И Что-то Уже Получалось Не Получалось Исходя Из этого Какого-то Опыта Сформировалось Такое Мнение Лучше Всего Создать Одну Компанию Рядом С автоматом Одну Компанию В которой У вас Три Группы Объявлений Группы Объявлений Будут Характеризоваться Именно По типу Соответствия Ваших Ключевых Слов То есть У вас Будет Группа Объявлений С ключевыми Словами Которые Будут В широком Соответствии Следующая Фраза И еще Одна Группа Объявлений В точном Соответствии Соответственно Данная Компания У вас В каждой Из групп Объявлений Будут Одни И те же Ключи Ключи Мы чаще Всего Выбираем Из автоматической Компании Ну Иногда Опять же Мы находим Такие Ключевые Слова Которые Считаем Что Это Супер Супер Слово Подходит К нашему Продукту И без Него Никак Естественно Такое Ключевое Слово Даже Если оно В автомате Нигде Не появилось Мы Его Используем В ручной Компании Запихиваем Также Широкое Фразовое Точное Соответствие Разница Между Данными Группами Объявлений Помимо Типов Соответствия Будет заключаться Еще в Ставке Из-за Клиника То есть Самая Высокая Ставка Будет В Экзакте Точное Соответствие И самая Низкая Ставка Будет В броде Средняя Ставка Будет В фразе Можете Сделать Шаг Между Группами Объявлений Между Ставками 10-20 Центов Опять же Здесь На примере Доллар Доллар Двадцать Доллар Сорок Опять же В зависимости От конкуренции У кого-то Может Там 50-60-70 Центов Ну и так далее Может Наоборот Дороже Будет И Очень важный Также Еще Момент Согласно Тех Ключевых Слов Которые Вы Увидите Там Автомат Выдаст Среди Них Скорее Всего Процентов 90 Что Хоть Несколько Слов Но Будут Какие-то Левые Мы Пытались Продать Молоток А у Нас Почему-то Ведерко Получалось Люди Искали И заходили По ключевому Слову Ведерко То есть Такие Нерелевантные Нецелевые Наши слова Которые Вам Не подходят Мы Будем Минусовать Обязательно Минусовать Причем Минусовать Рекомендую На уровне Компании По крайней мере Я сейчас Стараюсь Больше Упор Сделать Как Настроить PPC Для Не то чтобы Новичков И также Которые Еще Не супер Пупер Опытные Которые Супер Опытные Они Могут Создать По нескольку Компаний С дополнительными Разделениями Я попытаюсь Все упростить Чтобы Дальше Вы сами Будете Развиваться И придумывать Каждую Свою Стратегию Так Получается Мы здесь Создали Рекламную Компанию В ней Три группы Объявлений Отминусовали Всю грязь Которую У нас Посчитали Ненужными То есть Отминусовали Ее Как в автоматической Компании Так и В ручной Компании Но опять же Есть мнение Что в автоматической Компании Может быть Не стоит Я считаю что Если это Не наши слова То Ну Повторно Они тоже Могут Сжирать Нам бюджет Чтобы не Сжирать Значит Минусовали Здесь Разобрались Дальше Получается У нас Данная Компания Ручная Будет Запущена Ну опять же Там на 5 10 дней Соответственно Через Это время Скачиваем Новый Отчет У нас Уже Там Будет Что Анализировать Обязательно Контролируйте Чтобы ваш Дневной бюджет Полностью Скликивался Причем Скликивался В течении 24 часов Если он Скликивается Напоминаю За 2 часа Значит Понижаем ставку Так чтобы он Растягивался На весь день Если Он Не скликивается За весь день И там Мы ставим 20 долларов Скликивается В день Ну в таком Случае Нам Остается Повышать Ставку И Будет Все Окей То есть Он Должен В день Ну если Стоять 20 долларов Ну хотя бы Долларов 19 За день Желательно Чтобы Выкликивалось Для того Чтобы Получать Статистику Потому что У нас Основной Упор В рекламной Компании В том Что мы Будем Улучшать В будущем Восстраивать Какую-то Стратегию В том Чтобы мы Могли Что-то Анализировать И нам Нужна Как можно Чистая Как можно Более чистый Эксперимент Если мы Будем Показываться Там Исключительно Только днем Или только Ночью Или там Без выходных У нас Эксперимент Сломается Не удастся И соответственно Как бы Ну все Что мы Делаем Тратим Деньги Это уже Будет Ну не Совсем Правильно Потому что Ну что Что за Эксперимент Если мы Будем В него Владить Искусственно И там Допустим Как некоторые Выключают Рекламную Компанию На американскую Ночь Ну на самом Из разряда Того Что Возможно Скликивают Наши Ребята Со стороны СНГ Конкуренты Или кто-то еще Потому что У них Деньги Ну пускай Скликивают На самом деле Не так и много Они скликают Если даже Будет Скликивание Какие-то Ну на самом Деле Просто Испортим Трафик Эксперимента А вдруг У нас получится Что там В какой-нибудь Четверг Именно Ночью Залетает Куча Народа И ваш продукт В четверг На ночью По американскому Времени Он востребован И мы как бы Не сможем Увидеть В этом отчете В будущем Если начнем Влазить С какими-то Исправлениями После того Как у нас Ручная Компания Открутилась Ну наряду С ней Также автомат Крутится Мы Опять же Скачиваем Наш отчет Уже просматриваем Помимо тех Действий Которые Делали раньше То есть Минусовали Изменяли Ставки Могут сложиться Различные Ситуации У нас Есть ключевое Слово Которое Ну вот Нам кажется Что оно Прямо Супер Точное Наше слово Круче Его Просто Быть не может Но Видим Что По данному Ключевому Слову Окост Процентов 400 То есть Накликали Нам Долларов На 200 И прошла Одна продажа На 10 долларов Ну Тут Беда Не знаем Что делать Опять же В таком Случае Просто Понижаем Ставку Неудаляем Это слово Ни в коем случае Неудаляем Просто Понижаем Ставку Трафика На данное Ключевое Слово Станет Меньше Возможно Ваше Объявление Начнет Показываться Не на Первой Странице А где На Второй На Третьей И так Далее И возможно Все-таки Оно В будущем Выровнится И Неудаляем Если Не поможет Второй Вариант Попробовать Поднимать Ставку Если Это Не поможет Дальше Подойдем К ситуации Когда Возможно И это Почему-то Не помогло То есть Мало Показов Соответственно Проверяем Индексацию Индексируется Нормально И все равно Мало Показов Поднимаем Ставку Еще одна Ситуация Есть Показы Мало Кликов Сетях Я не знаю Очень-очень Маленькие Меньше 0,3 Меньше 0,4 Стоит задуматься Если Меньше 0,2 То Там Что-то Нужно Предпринимать В таком Случа Наверное Нужно Задуматься Что Люди Видят Ваше Объявление Но Почему-то По нему Не кликают То есть Тут Скорее всего Потому что Им Почему-то Картинка Не цепляет Скорее всего Картинка Проблема в картинке Меняем картинку Получаем Новый Отклик От Обратной связи Наших Потенциальных Покупателей Они начали Кликать Лучше Значит CR подрастет Ну Иногда Также Смена Тайтла Потому что Помимо Картинки Человеку Еще Показывается Кусочек Тайтла И Как бы Он Соответственно Может И Опять же В ручной Компании Сходя из того Какую В отчете Увидим Грязь Нецелевые Слова Какие-то Левые Мы Опять же Минусуем Как В ручной Компании Так и В автомате Ну И плюс Не забываем Обязательно Смотреть У нас Как бы Уже Наш Получается Автомат Открутится Еще На неделю Плюс Как бы В Броде И Фразе Возможно Вы Увидите Какие-то Новые Ключи Которых У вас Ранее Не было Найдутся Какие-то Новые Ключи И Возможно У них Либо Акос Хороший Будет Либо Просто Интересные Для вас Ключи Вы Опять же Можете Эти Ключи Если Это Просто Из Автомата Найден Ключ Вы Опять же Молоток Молоток Броде Зеленый Молоток Брод Еще Выскочил Такое Слово Как бы Показалось Соответственно Можно Этот Зеленый Молоток Запихнуть Еще Фраз И Экзакт Посмотреть Что Будет Происходить Здесь Вроде Разобрались Далее Мне Иногда Кажется Что Я Сам С С С Разговариваю Все Прервалось Я Тут Рассказываю И Никого Нет Вроде Все Идет Все Идет Сейчас Тут Гляну Что Это Ну Вопросы Пошли Друзья Давайте Все Так Я Опять Попробую До Конца Донести Мысль Потому Что Возможно Вопросы Вот Эти Закроются Тем Что Я Буду Говорить Дальше Если Не Закроются То В конце Будут Вопросы Ответ И Я Обязательно Постараюсь Ответить На Максимально Много Вопросов Причем Тут До Конца Осталось Совсем Чуть Стараюсь Ускориться Дальше 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 То Что Важно И То С Какими Ошибками Очень Сталкиваются Новички Которые В самом Начале Поэтому Это Очень Популярные Ошибки Но Тем не менее Вам Обязательно Про них Нужно Знать Если Вы Самостоятельно Планируете Дальше Сами Себе Настраивать PPC Дальше Смотрим Первый Пункт Дневного Бюджета Должно Хватать На Везде Я Про Это Уже Раньше Говорил Но Еще Раз Повторю Если Мы Видим Что У Бюджет На 20 Долларов На Задний Скликивается 5 Долларов Значит Повышаем Ставку До Той Степени Прошу 20 Долларов Скликиваться Не Будет На Будет Или Количество Ключевых Слов Можно Повышать Главное Что Бюджет Который Вы Должны Скликать Если Наоборот Мы Видим Что У Бюджет 20 Долларов Но Он Скликался За 2 Часа То Соответственно Все Плохо И Опять же Понижаем Ставки Для Того Чтобы Ваших 20 Долларов Отралов На Полностью Все Сутки По Меркам Амазона Другой Часовой Поиск Поэтому Смотрим По Их Числовому Поиску У Вас Хватало Бюджета Ну Там Плюс Минус Опять же Будет Какая-то Погрешность Может Не на Везде Может На 23 Часа Хватало Но Тем Не Менее Чтобы Как Можно Лучше Это Все Растягивалось Для Частоты Эксперимента Второй Момент Автомат Должен Работать Ну Опять же Рекомендация Я считаю Что Это Правильная Рекомендация Если Вы Понимаете Что Сильные Минусы Идете Что-то С продуктом Непонятно Что Творится Еще Что-то Паника Началась Что Продукт Выбрали Еще Что-то Но Тем Не Менее Вы Планируете Дальше Улучшать Свою ППС Чтобы В будущем Что-то Каких-то Высот ППС Добиться Потому Что Есть Сомнения А вдруг Это Сезонное Обострение Какое-то Через Месяц У вас Все Наладится Но Тем Не Менее Вам Нужна Ручную Компанию Если Вы Ручную Компанию Запускаете Значит Параллельно Запускаете Автомат Пускай Это Будет 3 Или 5 Долларов В день У вас Бюджет Но Тем Не Менее Ставьте Какую-то Минимальную Ставку Допустим Даже 30 Цент Или Что-то В Что-то Будет Заместь Приносить Во-первых Это Ценно Будет Тем Что Это Будет Поиск Новых Ключевых Слов Которые Имеют Низкую Стоимость За клик Для вас Это Будет Очень Важно Потому Что Порой Можно Найти Такое Ключевое Слово Которое Офигенно Просто Продает И Ну Как бы Конкуренты Его Еще Пока Не Заметили Потом Просто Из Автомата Перекинуть Опять Вручную Компанию И Поставить Цену Повыше И Выхватить Как можно Больше Трафика Так Здесь Разобрались Автомат У нас Всегда Должен Работать На Низкой Ставке Пускай Если Большую Не Можем Позволить Тебе На Маленьком Бюджете Он Постоянно Работает Далее Не Удаляем Ключи Если Мы Видим Ну Нашу Ручную Компанию Посмотрели Разочаровались В своем Главном Ключевом Слове Поняли Что Туда Лезть Вообще Не Стоит Мы Думали Что Зеленый Молоток У нас Он Зеленый И По нему Будет Продаж Валить Просто Все Обогатимся И В итоге Видим Что По нему Кликают А Продаж Нет Соответственно Удалять Данное Ключевое Слово Не Нужно Мы Просто Понижаем 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 Ставку Если С учетом Нашей Продажи С учетом Наших Затрат Реклам Если У нас Реклама По данному Ключевому Слову В ноль Не будет Проходить Крутиться Мы будем Понижать До той Степени Пока Либо У нас Начнет Реклама По данному Ключевому Слову Зарабатывать Выходить Просто Ставка Будет Настолько Минимальна Что Амазон Перестанет Показывать Это Ключевое Слово Но Тем Не С Конкурент Конкурент По уходят И возможно В будущем Вы все-таки Решите Приподнять По нему Ставку И выровнять Во-первых Вы не потеряете Статистику У вас все равно Будет Цельная Статистика То есть Вы будете Ее нарабатывать И вы не забудете Про это Ключевое Слово То есть Не удаляем Ключевое Слово Просто Понижаем Ставку До той Степени Если Совсем Все Плохо Оно Само Перестанет Показываться По низкой Ставки А дальше Возможно Через месяц Решим Через два Опять же Это ключевое Слово Поднять Ставку И протестировать Снова Далее Никогда Не пересоздаем Компании Вы должны Понять Что Ваш самый Ценный Актив Вообще В PPC Зона Это Ваша Статистика Наработанная Во-первых Это Ценно Для вас Вы можете Анализировать Все Вы тратите Много Денег Для того Чтобы Собрать Эту Статистику Для того Чтобы Начать Понять Куда Ключевым Словам Идти Как В PPC Так Это В будущем Вам И поможет Понять Картину По органике Если Продвижение Какое Кто Заказывает Еще Что-то Чтобы Вам Понять В ту сторону По каким Ключевым Словам Двигаться Вперед Потому Что Очень Часто Те Ключевые Словами Которые Мы Делаем Большую Ставку На Старте Продукта Оказываются Пустышками И наоборот Следующие Слова Которых Мы Не Догадывались На Сам Деле Выстреливают И Начинают Проносить Много Продаж Поэтому Рекламные Компании Не Пересоздаем Да Еще Такой Момент Что Если Вы Рекламную Компанию Создаете Новую Амазон Видит Уже Как Новую И Ему Тяжело Понять Что У вас Долго Было У вас Свежая Рекламная Компания И он Начинает Статистика Амазон Уже Легче По Каким Ключом Словам Вас Реально Продавали Ваш Продукт Реально Продавался По Каким Не Продавался Исходя Из Статистики Данной Рекламной Компании И он Также Где-то Будет Вам Понижать Ставку Где-то Повышать Ставку Там Где Будет Повышать Ставку Значит Вам Просто Долезть Не Нужно Даже Амазон Сам Новичками Вы Имеете Преимущество Потому Что У вас Ставка Будет Пониже Потому Что У вас Есть Статистика На Работных Компаний Соответственно Не Пересоздаем Компанию Продолжаем Ввести Ее Если Появляются Новые Ключевые Слов Просто Дополняем 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 Ваша Рекламная Компания Ужна Постоянно Расти Количество Минус Слов Следующий Пункт Минус Слов Очень Часто Так Бывает Что У вас Ключевых Слов Может Быть 10 15 А Минус Слов Может быть 1000 Это Нормальное Явление Минус Много Не Бывает Чем Больше Вы Заминусовали Тем Больше Вы Получите Чистого Трафика Тем Больше У вас Будет Скажем Так Вероятность Того Что Будут Продажи Грязный Трафик Вам Не Будет Приходить Нет Целевой Трафик Вам Все Меньше Будет Поступать За счет Вашего Минусования Соответственно Вы Больше Шансов Будете Быстрее Выходить В профит По продажам И по PPC Ну и Конечно Последний Пункт Это Не Отключаем PPC Никогда Я уже Говорил Про Это Что Бывают Приходит В голову Что А вдруг Мне Тоже На первых Порах Дело В голову Вот У Американцев Ночь А у Нас Где Соответственно Вот Тут Наш Кто-то Сидит Тоже Настраивает Себе Похожий Продукт Настраивает Рекламу И они Просто Сидят И кликают На наш Продукт И поэтому Ночью Показывается По американскому Времени Неэффективно На самом деле Это не так Если Там Будут Какие-то Клики Их будет Настолько Мало Что Вы Этого Не Заметите Ну Как бы Не стоит Заморачиваться По отключению Рекламной Компании На ночь Вам Главный Цельный Эксперимент Потому что В будущем За счет Оптимизации И цены Клика И как бы Минус слов И всего остального Вы как бы Сможете Даже с учетом Этих там Затрат на скликивание Все равно Работать в прибыль Лучше Лучше иметь Чистую статистику Чем вот такие вот Заморочки Причем Если вы Отключаете На ночь Что утром Потом пока Ваша компания Запустится Вы нажимаете Амазон Пока ее Опять запустит Плюс он потерял Какое-то время По статистике Отключали Выключали Ему там Чуть тяжелее Запуститься И в итоге Получается Что у нас Проблем больше Чем польза От этих Выключений И включений На выходных Некоторые Отключают Потому что Почему-то Меньше продаж Но на самом деле Если у вас Будет на выходных Меньше продаж Амазон Со временем Это поймет И он будет Вас на выходных Меньше показывать Потому что Он будет видеть Что люди к вам На выходных Заходят Но не покупают Соответственно Вот как на самых Первых слайдах Там Петя И Ваня Да Если Амазон Видит Что к вам Заходят Но не покупаются Соответственно Он сам Вас начнет Меньше показывать Именно в эти Дни Когда к вам Заходили И не покупали Статистика На Амазоне Накапливается Ваша компания Не пересоздается Значит у вас Как бы актив Слажен хороший И вы нарабатываете Нарабатываете его дальше В итоге Как бы там Несмотря на то Что вначале У вас там охоз Может быть безумный Там супер страшный Там в 300-400 процентов Как вот у меня По последнему продукту Было Взялся за голову Думал Ну все Наверное Что-то не то и выбрал Или не то и сделал В итоге Благодаря там Работе В ППС И помощи Как бы тоже Помогали Подсказывали В итоге Получилось Все-таки Этот ППС Опустить до 25 Процентов То есть ОКОС Опустить до 25 Процентов И все Начало работать В плюс Улыбнулся И пошли дальше То есть С ученого То что статистика Нарабатывалась Много чего Наминусовали Откорректировали Ставки И все Стало ОК У вас основная Задача Это Корректировать Ставки И минусовать Слова Ну и искать Новые слова Все Как бы Это Вся работа ППС-шника То есть Минусуем Редактируем Ставки Ну и ищем Новые слова Поиск новых слов Кстати Вот одна из Хороших стратегий Это Ваш автомат Откручивает По каким-то Осинам Вы берете Как бы Нашли На самом деле О смотрите На самом деле По этому осину У вас еще Помимо кликов Есть и продаж Берете этот осин Кейворд инспектор Ну кто не знает Что это за программа Я думаю Что чуть позже Денис делает Какой-то Краткий экскурс По этой программе В двух словах Она помогает Спарсить ключевые слова Того или иного Конкурента То есть Вы вгоняете В программу Осин И она вам может Подсказать По каким ключевым словам Ваш конкурент Находится Где-то в топах Ну и так же Там можно спарсить ППС Вашего конкурента То есть По каким ключевым словам Он рекламируется То есть Соответственно Мы видим Что по данному Осину Были Были какие-то Продажи Мы парсим Его Ну или по обычным Ключевым словам Или по ППС Рекламе Смотрим По каким ключевым словам Он получает Трафик на свой листинг И как бы Дальше Стараемся Найти что-то полезное Из этого для себя То есть У вас задача Стоит Как можно больше Трафика Собрать у этого Конкурента Потому что Трафик Вы видите Что целевой И по нему Покупаем Дальше Про минусование Много чего я говорил Минусовать Минусовать Но как бы Опять же Немножко уточнить Хочу Что При минусовании Во-первых Мы минусуем На уровне Компании Это немножко легче Не нужно заходить В каждую группу Объявлений И пока Мы все-таки Не экспериментируем С множеством Компаний Не суперкрутые Стали ППСшники И так далее Нам достаточно Одной компании Которая Подразделяется По типам Соответствия И у нас Все минус-слова Идут на уровне Рекламной компании Но так же В минус-словах Можно минусовать Как в точном соответствии Так и во фразах Широкого соответствия В минус-словах Нету Соответственно Разница в чем Поясню То есть у вас Продукт Молоток Обычный молоток Строительный Какой-нибудь У вас Вдруг вы увидели Что По ключевому Запросу Золотой молоток Кто-то К вам заходил Золотой молоток Каким макаром Золотым Наверное Что из ювелирного Это точно Не ваш продукт Так как у вас Строительный У вас там золотом И не пахнет Соответственно Слово Золотой Можно запихнуть В экзакт И в данном случае Любые Комбинации Со словом Золотой У вас В рекламной Компании Уже никогда Не появится То есть Амазон Как только Увидит там Золотой молоток Там Аля Там еще что-то Еще что-то Если слово Золотой Используется В ключевой фразе Все Вы никогда Не будете Показываться По данному Ключевому слову Ну Именно Данная компания Не будет Показываться И второй Пример Если Допустим Показался Резиновый Молоток У вас Вроде Он-то Строительный Ну Не резиновый Но тем не менее У вас там Есть либо Резиновая Упаковка Либо Наконечник Резиновый То есть Теоретически Слово Резиновый Вы не можете Заминусовать Потому что Кто-то Там Завтра Может Вбить Молоток С резиновым Наконечником А у вас Реально Резиновый Наконечником Это Ваше Ключевое Слово Будет Поэтому В таком Случае Мы Вбиваем Резиновый Молоток Именно Фразовое Соответствие По минус-словам То есть Если у вас Есть сомнения О том Что Вроде бы Данное Ключевое Слово Золотой Молоток А вдруг У вас Все-таки Частично Где-то Какой-то Комбинации Каких-то Суперслов Может Получиться Так Что Клиент Все-таки Будет Искать Фразовое Соответствие О Блин Вот Я Накосячил Так Здесь Все Наоборот Если В точное Соответствие Внесли Фразу Значит Других Слов Не может Быть Если Во фразовое Соответствие Внесли Значит Амазон Может Еще Дописывать Какие-то Ключевые Слова Сам Короче Ты Загнялся Да Так Я Запутался Да Я Свою Презентацию Насмотрелся Потому Что Я Вчера За 20 Минут На коленке Как-то Быстренько Быстренько Стрепил Блин Друзья Я Очень Извиняюсь Что Ввел Вас Заблуждение По минус Словам Постараюсь Исправиться Максимально То Наоборот Вот Здесь Как бы Если Мы Сделаем Фразовое Соответствие Фразовое А вот Здесь Мы Сделаем Точное Соответствие То Если Сомневаемся Получается Куда Вносить Нашу Фразу В наше Минус Слово То Всегда Вносим Точное Соответствие Сейчас Буквально Одну минуту Прошу Вас Подождать Чтобы Я Въехал Потому что У меня Почему-то Сейчас Мозг Скипел И я Начинаю Медленно Переваривать Информацию Так Если У нас Золотой Молоток Мы Золотой Внесли Во Фразовое Значит Все Фразы Которые Будут Покупать Вбивать Со Словом Золотой То есть Там Золотой Холодильник Золотой Молоток Золотой Молоток Зеленый Еще Что-то Они Уже Не Будут У нас Показываться Мы Исключим Если Во фразовое Внесем Значит Исключим Все Что Связано С Словом Золотой Оно К нам Уже Никогда Не Придет Если Мы Исключим В Точном Соответствии Допустим Резиновый Молоток То Соответственно Как бы Фраза Молоток С резиновым Наконечником Оно Будет У нас Показываться То есть Если У нас Есть Сомнения По поводу В какой Тип Соответствия Вносить Вносим В точное Потому Что Скажем Так Можно Я У вас Задам Вопрос Сейчас В данном Мне Стоит Еще Раз Пояснить По минус Словам Или Все-таки Той Информации Которой Я Поправился Было Достаточно Можно Мне Какую Обратную Связь От Тех Кто Слушает Еще Не Уснул Еще С нами Не могу Видеть Сколько Здесь Людей 75 Человек Сколько Все больше И больше 60-66 Ну Я Надеюсь Что Что Интересное Рассказываю Это В записи Надо смотреть Такой Информации Друзья У меня Небольшая Просьба Напишите Пожалуйста Вообще Я По Ключевым Словам Я Исправился Или Еще раз Поговорить Просто Потому На слух Иногда Сложно Сложно Воспринимать Если Нужно Я Конечно Дениса Запрошу А он В открытый Доступ Куда-то Прикрепит Ну Здесь С минусами Разобрались Если Вдруг Кому-то Что-то Будет Непонятно Опять Можете Задавать Вопрос Либо Страница Дениса Либо Мне В личку Написать Я Постараюсь Что-то Объяснить Или Еще раз Переговорить Если Вдруг Сомнений Есть Минусуйте Все В точном Соответствии И у вас Все Будет Окей Просто У вас Там Будет Куча Минус Твоих Минус Много Которые Имеют Одно И то же Золотое Но Тем не менее В точном Соответствии Мы Лишнего Ничего Никогда Не отминусуем Мы Будем Уверены Что Заминусовали Только То Что Заминусовали Так Пойдем Дальше 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 Так Вопросы Которые Были Заданы Под Постом Который Был Опубликован Еще До Сегодняшнего Мероприятия Попробую Сейчас Ответить Надеюсь Что Смогу Объяснить Было Несколько Вопросов По поводу Сервисов Оптимизации PPC Скажу Честно Я Сервисами Не Пользовался Наверное Может Потому Что Я Не искал А может Есть Какие-то Достойные Сервисы Но Пока У меня В голове Вкладывается Нанятый Человек ППС Не так Дорого Стоит Можете Поискать Я думаю Что Есть Много Предложений Человек Который Может У вас Взять Данную Услугу На Аутсорс И Просто Заниматься Вашими ППС Компаниями Будет Что-то Изменять Ставки Минусовать Слова Подбирать Новые Слова Там Сами Договоритесь Соответственно Путь Необходимо Обращайтесь Ко мне Грубо говоря Третьего Админа Группы Сергея Там Найдете Ну Да Я не могу Сказать Сколько Такая Услуга Стоит Потому Что Я Не Набирал Никого На ППС На Оптимизацию ППС И так Далее Просто Делюсь С вами Опять Знаниями Просто Надеждой Что Буду Кому Полезен Вот Соответственно Лучше Всего Чтобы У вас Человек Занимался Вашим ППС Компаниям И Отдать Ну Я Просто На Главном Заглядь Обязательно Перед тем Как отдавать На Аутсорс Данную Услугу Посидите Уделите Пару Вечеров Ну Хотя Пересмотрите Данный Вебинар Тут Что-то Будет Из этого Понятно Непонятно После Второго Просмотра Станет Лучше Понятно Просто Чтобы Вы Когда Разговаривали С Человеком Которому Вы Отдаете На Аутсорс Свой ППС Чтобы Вы Какие-то Задачи Для него Могли Формулировать И чтобы Для вас Статистика Которую Он будет Предоставлять Вам Чтобы Она Для вас Тоже Имела Какую-то Пользу Какой-то Результат Чтобы Вы Знали Сколько На самом Деле Работа Стоит Что Вы Могли Требовать За данного Человека Ну Это Будет Самый Клевый Сервис Если У вас Будет ППС Который По Вашему Бюджету Будет Недорого Считаться И Будет Заниматься Вашей Рекламной Компанией Это Будет Лучше Любого Софта Потому Что Софт Это Роботы И Роботы В любом Случа Не Могут До Конца Продумать И Проследить Поведение Клиента И Да Может Оптимизировать Что-то Ставки Менять При Определенных Условиях Но Это Упростит Жизнь Я Не Могу Вам Рекомендовать Сервис Поэтому Может Быть В будущем В будущем Что-то Вижу Интересное И Соответственно Конечно Поделюсь С Вами Еще Один Вопрос Был От Сергея Ерин Ерин Все Правильно Прочитал Так Как Понять Почему Амазон Не Показывает Товар По Ключам В Мануальной Компании Если Один Товар По Данным Ключам Индексируется Два Ставка Выше В два Раза Плюс Бюджет В районе Пятидесяти Долларов Я так понимаю Ну Опять же Ответ Ответ В общем Ну Я уже говорил Про это Солнечное Выступление Но На всякий Случай Повторю Чтобы Подобщить Может быть Какие-то Фразы То есть Если Для вас Этот Ключ Или Эти Ключи Для вас Просто Супер Важны Ну Опять же Первым Делом Проверьте То Что По Этим Ключам Есть Трафик Посмотрите Там Мерчат Ворд Какой-то Гугл Трендс Посмотрите Может На самом Деле По данным Ключам По Именно Таким Комбинациям Слов Ищет Пять Человек За год И Соответственно Какой Может быть Какие Могут Быть Показы Если Так Никто Не ищет Этот продукт Это Первое Но Я надеюсь Что Все-таки Вы Смотрели Думаю Если Задали Этот вопрос Ориентируетесь Что Там Есть Какой-то Трафик В этих Ключах Десятки Или сотни Показов Ежемесячно Образно Есть Трафик В таком Случае Эти Ключевые Слова Мы Определили Что Для вас Очень Важны Вы Все-таки Склонен Думать Что Там Есть Продажи Там Все Окей Может По Конкурентам Как-то Это Решит Или Может Еще Как В таком Случае Попробуйте Данную Ключевую Фразу Как Можно Лучше Этими Ключевыми Фразами Ваш Сам Листинга Засуньте Ее Где-то Там В Описание В Будет И В Возможно Если В Тайтл Получится Вообще Будет Костогонь Опять Не Всегда Возможно Но Тем Не Менее Такой Эксперимент Можно Провести Возможно После Того Как Вы Туда Запихнете Эти Ключевые Слова Амазон Начнет Лучше Индексировать Ваш Листинг По Ключевым Словам И Возможно Все-таки Ваша Компания Начнет Вас Показывать За нормальные Деньги За клик Пойдут Какие-то Показы Какие-то Клики Дальше Что Вы Можете Анализировать Если Вы Применили Ряд Этих Действий Что Выше Сказано Было Мною И Результата Все равно Ноль Допустим Рекомендуемая Ставка Один Доллар А вы Ставите Два Доллара Три Доллара Нету Показов Ну Попробуйте Еще Сделать Последний Такой Крайний Эксперимент Поставьте Ставку Раз в Пять Или Если Сильно Важна Проверка В Десять Раз Больше Ставки За клик Только Не забудьте Обязательно Ограничить Бюджет В день Чтобы Не получилось Так Что Если Ограничений Не будет За час По ставке За клик В пять Долларов Накликать Сто раз И Все И Будем Думать Потом Как Рассчитаться Амазоном А не Продавать Продукты И Строить Бизнес Соответственно Если Подняли Ставку Очень Высоко И Все Равно Показов Нет Стоит Наверное Задуматься Может Быть Все Таки Этот Ключ Отпустить И Начать Искать Другие Что Что Там Не Сверх Естественно Твориться Ваш Листинг Индексируется По Этому Ключу Вы Уже Оптимизировали Листинг По данному Ключу По Максимуму Посмотрели Что У нас Все Просто Огонь Вы Подняли Ставку До Потолка И Даже Как Случай С Вас Вначале Уже Вроде Амазон Должно Быть Выгодно Показывать Вас По Супер Дорогой Ставке Он Все Равно Заработает И Он Почему Не Показывает Возможно Очередной Бак Какой Амазона Может Еще Что Произошло Тут Нужно Смотреть Более Детально Саму Компанию Исходя Из Других Показателей Смотреть Другие Ключи Что У вас Происходит В целом По Компании Что У вас На Листинге По Продукту Какие Продажи Дополнительные Факторы Нужны Для Того Чтобы Дать Более Развернутый Ответ И Решить Эту Ситуацию Из Этой Информации Могу Такими Рекомендациями Ограничиться Если Ничего Не Получилось Не Отчаемся Просто Ищем Много Ключей Благо Ключей Предостаточно Не Вышли По Одному Бу Значит Берем Новый Не Факт Что По Ключу Который Не Хотел Показываться Не Факт Что Там Много Продажи И Так Далее Может Он Пустышка И В итоге Приложив Все усилия Дойдете До Первой Страницы Какими Продвижениями И В итоге Разочаруетесь Что Все Равно Не Покупают А Через Месяц Найдете Какой-то Ключ О Который Не Думали И У Вас Будет Взлет Продаж И Все И Бизнес Удался Так Дальше Такой Еще Момент По Поводу Того Как Высчитать Приемлемый Окос Видим Процент Окоса Показатель Окоса И Много Из нас Думают А Сто У кого-то Десять У кого-то Пятьдесят И Сидим И Думаем Что Сколько Там Должно Быть Мы Должны Понимать Как Формируется Окос То Принемлемый Для нас Окос Будет Если Мы Берем Продукт Пускай Его Стоимость Двадцать Долларов Как Здесь Пример Цена Продукта Двадцать Долларов Прибыль С Продукта Вообще Чистую Прибыль За вычетом Всего 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 Мы Имеем Пять Долларов Соответственно Как бы Пять Долларов Мы Делим На Двадцать И Умножаем На Сто Получается 25 Проц civilizations Ух Итоги Если окосит 25%, то мы будем выходить в ноль. Идея в том, чтобы рекламные продажи у вас были хотя бы в ноль. Ваш PPC будет оптимизирован, если продажи у вас в PPC будут идти в ноль. Не забываем, что помимо рекламных продаж у вас будут органические продажи. Ваши рекламные продажи, особенно на старте, это очень хороший фактор для продвижения вас вверх. Даже если у вас будут клики по рекламе, но не будет продаж, Amazon уже по чуть-чуть вас будет толкать вверх по данному ключу. На старте вы для себя определили важный ключ и просто льете на него трафик. У вас высокий CTR, допустим 1-2%. Люди как дурные кликают. У вас там цена покупателей кликают огромным количеством, чуть ли не каждый хочет кликнуть на ваше объявление, потому что там какая-то загадочная картинка, что-то такое непонятное и всем надо зайти посмотреть, что там. И даже кликами по рекламе Amazon будет продвигать и продвигать все ближе и ближе к первой странице по данному ключевому слову. Так. Здесь, как высчитывать приемлемый окос, все верно. Все рассказали. Так. 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 И, соответственно, для принятия решений по ключу. То есть, опять же, мы когда проводим анализ, согласно нашей статистике, которую мы скачали, да, из рекламной кампании, для принятия какого-то решения, ну, там, образно, мало показов, мало кликов или что-то еще, ну, опять же, хотя бы нужно тысячу показов, чтобы понимать, как бы, ну, уже там должны какие-то клики появляться или нет. Ну, больше, больше, лучше, да, показов. Ну, там, кликов, ну, хотя бы, там, получите 3, 4, 5 кликов, как бы, чтобы тоже что-то санализировать. То есть, у нас, допустим, рекламная кампания, ключевая фраза, там, получила 10 тысяч показов и нет ни одного клика. Значит, это повод задуматься. То есть, что-то там не то. То есть, люди по данному ключевому слову видят ваше объявление, но не кликают. Возможно, вы не, да, релевантны данному ключевому запросу. Ваш листинг не релевантен данному ключевому запросу. То есть, люди видят, люди в этом ключевом запросе хотят что-то другое купить, не ваше. Ну, вот так. Здесь, вроде бы, все. Дальше, последний у нас слайд остался. А, ну, про это я говорил в процессе. Это по поводу того, что в автоматической кампании осины, да, появляются осины, что с ними делать. Как бы, когда их очень много, что нужно оптимизировать листинг. И когда все-таки осинов мало, мы дальше движемся, но осины постоянно-постоянно собираем, чтобы проверять, там, по каким конкурентам, у кого на листинге. То есть, еще раз повторю, что если у вас в автоматической кампании мы видим, что у вас вместо ключевого слова осин, это обозначает то, что к вам клиент по вашей рекламной кампании пришел именно с листинга конкурента, который находится по тому осину, который у вас в рекламном отчете. И вы уже можете, как бы, ну, радоваться или наоборот. Если какие-то странные, там, продукты продаются, далеко не ваши, значит, отстраиваются. Если, на самом деле, это ваш какой-то самый крутой топовый конкурент, на которого вы равняетесь, и люди от него приходят к вам и у вас покупают, ну, значит, нужно хлопать в ладоши и думать, как бы побольше у него кусок откусить этого трафика. И чтобы жизнь удалась. Так, у меня, наверное, все. Сколько можно? Час. Уже больше часа, говори. Я тебе говорю, как начнешь, не остановишься. Ну, не говори ты. Соответственно, что, сейчас, наверное, как бы вопросы, если я на что-то все-таки не ответил. Сейчас вот верхнее, что я вижу. Соответственно, вот, я вижу, что Андрей, приемлемые CTR. Приемлемый CTR желательно, чтобы он был выше, чем полпроцента, да, свыше 0,5% это у вас там что-то уже отлично. 1-2%, Саша пишет, это я вижу, что, ну, скорее всего, он про CTR писал. Я могу сказать, что ты видел мою рекламную кампанию, в которой 1-2% CTR по последнему продукту, и на самом деле он за счет этого CTR очень быстро двигался на первой странице. Ну, это как один из факторов был. То есть это очень круто, если у вас CTR 1-2%, ну, это просто, ну, классно. Если там еще и конверсия высокая, то представьте, с каждых 100 человек, которым показываются ваши рекламные объявления, если 2%, это 2 человека кликают. Это, грубо говоря, с тысячи показов, это уже 20 человек. А если у вас там еще и конверсия 50%, или что в этом роде, то вам остается только нагонять трафик на ваш листинг, и все, и закупать склад как можно быстрее. Значит, товар востребованный в любом случае. Владимир писал, что не видно. Наверное, может быть, какие-то технические неполадки были, что не видно. Я думаю, что будет запись. Если что, как бы там уже посмотрите какие-то моменты в записи. Если что, будет непонятно, ну, там, можем потом что-то переответить, да, перерассказать. Я тут пытался перенастроить просто интернет, интернет, сбои, тут все дела, как всегда. Так ты записал то, что я показывал или нет? Да, да, там в любом случае 90% есть. Если что, как бы я эту презентацию как бы переброшу, если она будет ценной для кого-то. Да, скинь я ее в ВКонтакте, как раз документы и ссылку на них сделаю, и все люди спокойно смогут вас пользоваться. Да, хорошо, я туда после того, как все закончу. Не, Даша, а я ее загружу просто в группу ВКонтакте по этой же тематике, да и все, и ссылку туда сделаю. Друзья, я, как бы, ну, опять же, сюда пришел в надежде того, что вы мне тоже что-нибудь новое расскажете или зададите такие вопросы, которые, как бы, ну, натолкнут меня на какие-то новые мысли. Да, Андрей, я вижу, что 2% это космос. Это реально, это просто, ну, вот, космос, я не перестаю удивляться. На самом деле, последний продукт, вот, космос там. Могу у вас просто сделать маленькую подсказку, экспериментируйте с вашей главной картинкой, ставьте что-нибудь на ней загадочное. Люди, как сумасшедшие кликают очень часто, чтобы посмотреть, что там происходит, но предупрежу, что это сильно убивает вашу конверсию листинга. То есть, у меня благодаря окосу там, ой, не окосу, а этому CTR-у 2%, конверсия листинга упала там в районе 5-6% было. Ну, там, опять же, пришлось двигаться туда-обратно, чтобы, как бы, найти какую-то золотую середину. Ну, как бы, ставим загадочную фотографию, и в мелком размере она, как бы, не совсем понятно, что там происходит, и люди кликают просто, чтобы посмотреть, что там внутри. У кого-то, я помню, из Гуру и так далее по Амазону рассказывали, как на продукт просто положили куриную ножку, да. У всех одинаковый продукт, а у кого-то одного там просто куриная ножка. обычно куриная, там, копченая ножка. Представьте, там, все продают, я не знаю, молотки, да, и на одном из молотков, там, вот, лежит куриная ножка. И все пытаются глянуть, а что такое? А как бы, а потом, когда заходят на листинг, как бы, да, не совсем хорошо, потому что скликивает ваш бюджет, но тут нужно, опять же, искать золотую середину. да, Андрей, рад был, рад был помочь. Ну, все же, я надеюсь, что у кого-то остались нераскрытые вопросы, и я, как бы, не смогу на что-то ответить, если у вас будут интересные вопросы. Сергей, ревьюер, написал цена. Цена, цена чего, Сергей? Поясни, пожалуйста, чтобы я мог понять. Сергей, отзывы печатай, ему некогда. А, это наш Сергей, который с отзывами? Конечно. Ну, так, мимоходно. Может быть, да. Может, он случайно себе написал цена. Не туда, может быть, написал. А, цена, информация какой-то. Ну, окей, хорошо. Да нет, я могу одно сказать. Вот в свободном доступе информации по ППЦ, я не знаю, на английском есть, нет, слабых языком владею, на русском, на русскоязычном точно нет вообще. В платных курсах я ни в одном не видел, даже рядом. Просто вот я все курсы до одного видел, ни в одном по ППЦ ничего нет, кроме детского разговора о том, что автомат запустите. Вот здесь на кнопке нажмите, включите, отпустите. Я понял, Денис. Спасибо за похвалу. Я вижу, вот вопросы появились, сейчас попробуем ответить. А есть ли смысл начинать ППЦ с пятью отзывами? Да, есть, но, опять же, смотрите, отталкивается от вашей конкуренции. Если там, ну, конкуренция, ну, опять же, можете просто протестировать, можете запустить, там, тот самый, как бы, ну, ППЦ, там, даже с пятью отзывами, по, вот, который у меня продукт последний, по нему, на самом деле, старт ППЦ начался с семи отзывов, по-моему. Ну, как бы, ну, можно, как бы. Вы же все равно в любом случае будете собирать какую-то статистику, она будет, ну, чуть-чуть занижена, чуть-чуть дуже, чем если бы у вас там было с десятью отзывами. Да, но, тем не менее, не стоит, как бы, опускать руки и ждать, что вам, там, через год, вот, придет через год, там, еще пять отзывов, и вот тогда я начну бизнес. Нет, на самом деле, как бы, даже с одним отзывом можно все запускать. Есть люди, которые без отзывов запускают, ну, это сложнее, но, возможно. То есть, пять отзывов? Ну, значит, пять отзывов. Будем работать с пяти отзывами. Есть возможность с десяти догнать? Догоните десяти и запустите с десятью отзывами. Следующий вопрос. В ручной компании сколько ключей использовать? Например, 10, 20 или 100, 200? Андрей, смотрите, получается лучше всего начать с малого количества ключей и по чуть-чуть, по чуть-чуть нарастать, чтобы количество ключей нарастало. Объясню почему. Если у вас там будет 100, 200 ключей, то вам просто нужно понимать, что должен быть очень большой бюджет, чтобы вам собирать статистику по всем 100, 200 ключей. Я же все-таки советую взять реально 10-20 ключей, сначала их оттестировать, видим, что какие-то ключевые слова реально зацепило, и все по ним за бест, их чуть оптимизировали, и все классно стало. И найдем такие, наверное, которые там будет супер высокий окос, будет много кликов, но не будет продаж. По ним будем понижать ставку, ну и как бы выделим из них лучше. И параллельно после того, как там протестировали эти, еще добавили новые. Желательно как бы обращать внимание на то, что вам подсказывает автоматически компания. В первую очередь их тестировать, ну и параллельно какие-то там новые слова тоже находить. То есть там, возможно, через Keyword Inspector, возможно, вам что-то в голову будет новое приходить, или там конкурентов подсмотрели самостоятельно без Keyword Inspector. То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть наращиваем массу. Если есть реально огромный бюджет, и вы готовы в гейме вкладывать по 500 долларов в PPC, и у вас там продукт очень крутой и так далее, то да, можете, конечно, большее количество слов. Но вы должны понимать, что по большей степени сейчас здесь, которые все-таки ребята, наверное, слушают, у них очень ограниченный бюджет, и на старте, наверное, они стараются минимизировать свои затраты с целью, чтобы понимать, что у них вообще творится в PPC, поэтому 10-20 ключей, ну, там иногда 50 ключей, да, если там совсем низкочастотные какие-то. Ну, этого за глаза достаточно для того, чтобы начать какой-то анализ. Надеюсь, ответил. Ксюша, Ксия, очень ребята, спасибо. Екатерина, да, вот этот вопрос, почему лучше с высокой, а не с низкой начинать. Ну, смотрите, Амазон как бы запоминает ваши действия, ну, запоминает количество показов, которые у вас было, или кликов, то есть вы при большой ставке сможете резко получить большое количество показов. Ну, как бы, я же не говорю ставить там ставку, да, 5-10 долларов. То есть при большой ставке вы сразу сможете получать большое количество показов, и Амазон у вас начнет тыкать, как бы, там, в большое количество рекламных блоков. И, как бы, ну, он вам какой-то там авторитет, да, в вашей рекламной кампании будет это давать по сравнению с другими. Так как она новичок, как бы, он тоже там, ну, по своим каким-то усмотрениям будет вас стараться чаще показать, чтобы наработать какую-то статистику. Имея высокую ставку, вы будете, ну, больше получать показов, соответственно, получать быстрее ваши клики, быстрее наработаете ваш бюджет. Если будем начинать с маленькой ставки и потом повышать, в таком случае, как бы, ну, там, первый день, допустим, не выкрепим бюджет, или там, совсем слабый старт будет, и так далее, и при повышении, при повышении ставки, как бы, ну, будет сложнее найти то количество показов и кликов, нежели наоборот. Блин, вот закрутил. Давайте я на этот вопрос, может быть, попозже постараюсь написать, или найти для вас ответ, ну, все-таки, чтобы с большим пониманием. Вопрос, на самом деле, интересный, потому что есть другая стратегия, что можно начинать с маленькой ставки и идти вверх. Есть, ну, обратная стратегия, что начинаем с большой ставки и идти вниз. Я симпатизирую больше с той стратегией, которая с большой ставки. И идем вниз. Большая ставка, страна. Объяснить, как бы... Людям непонятно, большая ставка сколько, 5 долларов, 3, 1, понимаешь, вот чем. Да, Саш, можешь написать, если коротко, как бы, это все будет. Напиши, пожалуйста, мне тоже будет полезно, чтобы, ну, как бы, и в голове это разложить по полкам, и в будущем узнать ответ, такой более конкретный, да. Если можешь написать, буду благодарен. Александр, мы тебя можем сейчас в скайп подключить. И голосом расскажешь, вот и все, не мучиться. Ну, если хочешь написать, можешь написать. Если хочешь подключиться, можешь, да, там, Дениса моих лучше. А я его приглашал, приглашал. Он говорит, ну, приду, буду занят. Ага, конечно. Сидел, наверное, с самого начала, смотрел. С самого начала смотрел, я его сразу запалил. Был с самого начала. Молодец, что. Ну, да, потому что я надеялся, что он будет. Потому что у Александра опыта побольше, чем у меня, но, к сожалению, свободного времени поменьше, чем у меня. И поэтому, как бы, он бы, я думаю, может быть, больше, чего интересного он даже смог бы рассказать, если я. Ну, я надеюсь на это. Потому что он часто мне помогал по оптимизации моих компаний, подсказывал какие-то интересные слуги. Обмен опыта у нас идет. Так, он отвечает. Потому что ставка и цена за клик – это разные вещи. Чтобы определить, какая средняя цена за клик в нише, надо поставить ставку высокую. Ну, я попробую сейчас еще, как бы, более, ну, так как он голосом не захотел, дай это сказать. Попробую расшифровать это. То есть, грубо, если у вас, ну, на примере, если у вас там цена клика стоит доллар, это не значит, что у вас все клики будут по доллару. Скорее всего, цена клика будет, там, ну, центов 70 или что-то в этом роде. Если мы ставим большую ставку, то Amazon-то уже у вас будет не показывать именно по большой ставке, там, в 2 или 3 доллара. А он уже заранее, как бы, с учетом предыдущих рекламодателей, ну, я понял, ну, неудобно сейчас. Ну, попробую я объяснить до конца. За счет того, что он уже наработал статистику Amazon по предыдущим рекламодателям, он знает, что данное ключевое объявление, там, для того, чтобы показываться вот прямо на самом первом месте, в самом верху, прямо слева, самое дорогое место объявлений, оно стоит, допустим, там, доллар или доллар 20. А вы вылупили цену 3 доллара. Соответственно, как бы, вы будете все равно получать, как бы, там, ваша цена клика будет, там, доллар, доллар 20. То есть вы определите, какая у вас все-таки по данному ключевому слову, какая будет цена клика. И, исходя из того, что вы будете знать, что у вас, там, доллар 20, вы, соответственно, в будущем, как бы, можете уже, как бы, исходя из этой цены, как-то регулировать дальше цену клика. Ну, смысл такой, что да, вы ставите цену клика доллар или 2 доллара, но ставка, то есть вы ставите ставку доллара, там, допустим, но клики будут пониже, там, иногда на 30% ниже, дешевле, иногда на 20%, иногда на 40%, как бы. То есть очень редко, когда совпадает, прям, цена клика с ставкой. Ну, это, наверное, там, в очень-очень супер-ретких случаях. Я надеюсь, я донес твою мысль, Саша. Вопрос новичка. Разница экзект и фраз. Разве экзект нельзя поставить фразу? Пару слов. Да, я сейчас, давайте, я, наверное, поясню все три типа соответствия. Я хотел рассказать это, прям, вот, в процессе презентации, да, у нас три типа соответствия, фразовое, начнем точнее, да, фразовое и широкое. Возьмем же опять на примере того самого молотка. Если у нас идет железный молоток, да, допустим, если в экзекте у нас есть железный молоток, соответственно, будет показываться в экзекте. Если у нас во фразовом соответствии стоит ключевое слово железный молоток, зеленый, да, допустим. Железный молоток. Разница между точным и фразовым, что в точном соответствии нельзя добавлять новые слова. То есть, если у вас там железный молоток, то пользователи могут писать зеленый железный молоток, оно уже в точном соответствии показывать не будет, потому что пользователь дополнил этот ключ каким-то еще одним словом. Во фразовом соответствии, ну, то есть, показы ваши будут по данному ключу, даже если пользователь вашу ключевую фразу дополняет дополнительными, ну, какими-то новыми словами. То есть, если у вас железный молоток стоит во фразовом соответствии, но пользователь написал зеленый железный молоток, оно будет показываться во фразовом. Если же у вас широкое соответствие, и пользователь уже напишет не железный молоток, а молоток железный, поменяет эти два слова местами. Соответственно, фразовым оно уже показываться не будет, потому что фраза нарушена. А в широком соответствии, или он пользователь догадается поставить между словом «железный молоток» какое-то новое слово, «железно-деревянный молоток», допустим, то есть фраза уже нарушена, соответственно, пойдет в широкий тип соответствия. В широком типе соответствия будет показываться все подряд, если в данной ключевой фразе будут включены те слова, которые были в широкий тип соответствия. То есть, чтобы туда пользователь не добавлял между словами, по быкам от этих слов, еще что-то, если «железный молоток» присутствует, значит, будет показываться в широком соответствии. Так, 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 вопрос «экзект фразы» ответил. Саша Пасечник, сколько компаний запускать? Одну в разные соответствия группы слов или несколько компаний в каждой по-разному соответствии группы слов. Надеюсь, правильно понял вопрос. То есть, лучше всего запустить для начала одну рекламную компанию, в которой вы просто разделите, делаете три группы ключевых слов ваших, и каждая группа слов будет иметь свой тип соответствия. То есть, у вас будет в одной компании широкое соответствие, фразовое и точное. И во всех трех этих группах будут одни и те же слова. Ну, на старте так это будет и будет. Саша, одну ручную, одну автомат достаточно. Ну да, и, соответственно, автомат у вас постоянно крутится, естественно. Спасибо, спецгруппа «Клуб PC», спасибо, Денис. Ну да, вот, Денис рекламу запускает. Бесплатно. Саша, да. Ну, так как группа-то, которая вот «Акос-Кокос», да, то есть, как бы, насколько я знаю, помогает тоже бесплатно, поэтому, как бы, такая условная реклама, да. Там, Александр Ковалев, он админ, поэтому, как бы, там очень много ценной информации. Я думаю, что, если будете смотреть ту группу, подчеркнете очень много интересного. Саша очень активно в «Клуб PC», всякие тонкости рассказывает. На здоровье, на здоровье. Ну, мы даже вложили полтора часа. А я думал, что на два все достанется. Ну, это я еще вопрос не задавал просто. А, ну да. Ты только вопрос или ответы будешь давать? Ну, я тебе просто хотел поговорить по поводу того, что есть же различные стратегии. Вот у меня, например, я, как бы, честно могу сказать, не сильно PPC. Не то, что, там, люблю, не люблю, просто не сильно использую. Вот, в идеале, в идеале, я считаю, для оптимального подхода надо, конечно, уметь все использовать и, соответственно, варьировать вот в этом. Просто у меня так опыт складывается, что не хватает денег. То есть мне проще людям там, вот я развивался, когда развивались многие на PPC, я развивался на раздачах продуктов. Когда мы раздачи закончились, мы параллельно начали уже достаточно активно, то есть раздача еще не закончилась даже, мы уже начали индус постепенно использовать, то есть именно SEO. Когда накрылись наши раздачи в 3 октября, по большому 3-10 октября, мы уже с Сергеем начали проект вот именно по выкупу товара. Ну, в принципе, то же самое, те же самые раздачи, только свои. Я, в принципе, когда начинал сам торговать, я уже это практиковал. А в этот момент мы как бы перестроились, потихонечку начали делать. Из-за этого я PPC использую первое, это для сбора статистики, куда мне двигать индусов. То есть если автомат я запускаю, я, соответственно, определяю просто направленность, как ты мне рассказывал о том, что PPC – это вообще взрыв мозга моего, это когда в нормальной рекламе у нас получается клацают и не покупают, это значит плохо, то есть сразу надо. А ты мне объяснял, что это не так, и то, что клацнули на начальном этапе, если у нас недостаточно оптимизировано, недостаточное количество отзывов, что, в принципе, клацнули – это вот тот ареал действий, в котором нам надо работать в будущем. А на начальном этапе не надо их отбрасывать. Вот. Я из-за этого принципа PPC больше именно собираю статистику. Или второй вариант – это именно пробиваю, то есть или в точном соответствии, или во фразовом соответствии, туда ли идти мне или нет с индусами. То есть там люди оплачивают, бывают большие деньги, бывают средние деньги. Вот. То есть мы, в принципе, этим пользуемся. Вот как ты мог бы предложить именно со своей точки зрения, потому что это более плотный именно с PPC, я более плотно индусы раздачей занимаюсь, вот как вот это вот все соединить, твои мысли, потому что ты знаешь, в принципе, чем я занимаюсь. Ну, Денис, опять же, я уже просто по мере вопрос понял. Как бы по мере презентации я говорил, что, ну, PPC, да, как ты сказал, что собирает статистику, но в любом случае ты на автомате соберешь статистику для того, чтобы создать ручную компанию, да, и для того, чтобы дать индусам какое-то задание, куда-то дальше идти, тебе нужно хотя бы найти, скажем так, те ключи, которые у тебя отрабатывают, там, либо с хорошим опосом, либо, ну, ты видишь, что реально там есть продажи, потому что по автомату ты не всегда поймешь, есть там продажи, нет продаж. То есть ты отобрал из автомата статистику, если там были продажи... Время, сколько на это надо, я понял, время и денег. Всегда в этом вопрос, я же не спорю. Ну, как бы, да, ну, понимаешь, в любом случае не стоит, вот, большая ошибка новичков, когда они привезли товар на Amazon, там, как-то оптимизировали свой листинг, и вот знают, что вот по этому ключевому слову у них там будет жара, и, как бы, и они будут миллионеры. То есть, ну, пока вы не протестируете данную гипотезу, а самый легкий вариант протестировать, это BPC, это вас, вот представьте, вот кнопку нажали, и вы тут же появились на первой странице. Вам не нужно проплачивать ни индусам, ничего. Вы, по сути, как бы, ну, Amazon... Ну, это понимаете, искусное, так и есть, искусное, это органическое продвижение, это искусное, я так и об этом и говорю. Да, то есть, в органическое продвижение вот к этим индусам уже стоит идти с четким техзаданием, что вы уверены, вы знаете, что по этим ключевым словам, ну, у вас там все супер, и вам просто нужно подтянуть. Причем не нужно тянуть там с какой-то супер последней страницы, да. После того, как вы проработаете немножко там, BPC у вас отработает, вы там сами на какие-то отзывы пораздаете, там какие-то органические продажи получатся, вы уже сами по каким-то ключевым словам подпрыгнете там где-то на пятую страницу, где-то на вторую, где-то даже на первую. И согласно из этого, как бы, ну, вы уже будете понимать. То есть, очень классно отдавать индусам на продвижение в том случае, если вы вот на второй, на третьей, на второй, на третьей странице, и у вас даже при этом есть продажи, ну, вы вот сколько ни стараетесь на первую, дойти вот никак не получается. И тогда там спустя месяц или два месяца там усилий, чтобы добраться до первой страницы, вы забиваете на все, на свои, как бы, ну, эти усилия и говорите, на вот этот ключ мне выйти на первую страницу, потому что я уже сам затолбался, сам этого дойти не могу. Но если вы сами не пробовали даже хоть как-то идти на эту первую страницу, Отдавать сразу индусам, ну, это немножко неразумно. Вот, я надеюсь, ответит он, Денис, на вопрос твой. Сейчас я тебе скажу, я читаю просто. Я давай, наверное, тоже начну отвечать на вопросы, которые здесь скопились. Потому что здесь вот я задал вопрос, сразу, когда только вывел листинг с отзывами, создать автомат рекламы для сбора инфы и так далее, или не тратить время и уже создавать вручную с модификациями своими. Я надеюсь, что я все-таки слушал, но просто куда-нибудь отходил, когда я рассказывал. Очень важно создать сразу автоматическую компанию. Это нам поможет понять вообще, как бы, ну, наш листинг на самом деле правильно проиндексировался, неправильно, релевантен данным ключевым словам, как вообще поисковые роботы видят наш листинг. И только после того, как мы убедимся, что автомат нас откручивает по правильным ключевым словам, тогда уже будем заморачиваться с ручной компанией. То есть я еще раз советую просто пересмотреть вот эту запись. Там я очень подробно даже, как бы, и повторялся, и рассказывал по поводу того, как нам... Зачем нам автомат нужен? Он обязательно нужен. И он нужен нам даже после того, как мы создали ручную компанию, у нас автомат все равно должен крутиться. Просто уже на пониженной ставке с меньшим бюджетом. Дальше. Сколько слов добавлять? Пять тысяч или только те, по которым хочешь продвигаться, ну, чтобы не портить конверсию? Я так думаю, что, наверное, речь идет, чтобы добавлять ключевые слова в ручную компанию. В ручную компанию идеально на старте добавить там 10, 20, но иногда 50 ключевых слов, ну, фраз, да, ключевых фраз. Для того, чтобы вам... Ну, бюджет. Если у вас бюджет, там, я не знаю, тысячу долларов в день на рекламу, то можно и пять тысяч слов засандалить, посмотреть, что произойдет. Ну, если у вас бюджет, там, я не знаю, на день 10-20 долларов, то толку от того, что вы дозвоните сюда пять тысяч слов, вы не сможете просто понять в будущем, по каким словам у вас что происходило. Лучше взять малое количество слов и по чуть-чуть, по чуть-чуть наращивать эту массу. Когда вы будете видеть по вашим ключевым словам, по каким-то очень классным окостам, это ключевое слово работает в прибыль, соответственно, вы будете добавлять новый и новый, и параллельно наращивать рекламный бюджет ежедневно, потому что ваша рекламная компания будет работать в плюс. Соответственно, вам не жалко будет увеличивать дневной бюджет, потому что вы знаете, что вы оптимизировали уже вашу рекламную компанию, и, соответственно, бюджет в итоге станет большой. А если сначала с большого бюджета начинать, то есть с маленького бюджета, но большое количество ключевых слов, статистика будет обо что? Так, все, уже начали аут. По поводу индусов, я как раз делал анализ недавно, там есть очень интересные вещи анализировать, надо запросы, а не ключи. Я нашел несколько ключей, по которым был чертик где в органике. Ну, я думаю, что это тема отдельного разговора. Я понял, я только пришел, не слышу вас, спасибо. Не за что, я думаю, что будет полезно пересмотреть просто еще раз, как бы запись, и там очень понятно все, ну, разжевано. Александр, Саша, все зависит от бюджета. Так, я не понял, там, наверное, просто вопросы уже ушли, и я как бы, а, это, наверное, 5 тысяч слов. Да, наверное, скорее всего, да. Так, стоит ли убирать из автоматической рекламы слова, которые сильно прожирают бюджет? Из автоматической рекламы мы слова убирать можем только путем минусования. Да, я рекомендую минус слова, ну, то есть, минус слова, которые грязные, не ваши, не целевые. Если это ключевое ваше слово, и оно где-то в ручной компании присутствует, из автомата минусовать его не нужно. Просто за счет того, что у вас автомат будет на пониженной ставке, оно у вас будет, ну, как бы, засчитываться в статистику по вашим ручным компаниям, и, соответственно, в автомате оно не будет показываться. То есть, минусовать ваше слово из ручной компании в автомате не нужно. Минусуем мы только те слова, которые считаем, что никаким образом к нашему продукту не относятся. В авторекламу нужно включать минус-слова с ручной компанией рекламы. Ну, вот я, наверное, только что ответил на этот вопрос. То есть, у нас автоматическая компания, она, ну, как бы, будет работать на ставке ниже, чем наши ручные компании. То есть, соответственно, как бы, у нас автоматически не будет такого, что клиент кликнул по слову из ручной компании, и в автомате это слово тоже, как бы, типа, должно фигурировать, и автоматически цена снялась и оттуда, и оттуда. Нет, Амазон такого делать не будет, он снимет у вас цену с вашей ручной компании. То есть, автомат, он сам себе крутится, туда же минуса заносим только то, что у нас в ручной компании в минусах. В авторекламу нужно... Я по поводу ключи, запросы, понятия, разница очень размыта, на мой взгляд. По поводу ключи, запросы. Ну, тут имеется в виду, что, наверное, сколько я понял. Смотри, есть понятие ключевая фраза, то есть, допустим, молоток зеленый. Но пользователь может вбить запрос «железный молоток зеленый». То есть, как бы, допустим, у нас может такого ключа не быть, но это запрос пользователя, и если у нас молоток зеленый стоит, допустим, в широком типе соответствия или во фразовом, то мы уже по данной фразе, которую вбил пользователь, мы будем показывать. По поводу там, как это связать с индусами, я думаю, что лучше, чтобы этому было уделено время. Это полная жесть тогда вообще. Потому что я до конца сам, как бы, не понимаю, как это все там, что взаимосвязано, но вот разница между ключи и запросы, как бы, это вот, я надеюсь, пояснилось, в чем разница. Но это уже полная жесть там будет тогда, если сейчас мы сейчас столкнемся вот этими лбами. Да, если мы полезем сейчас просто, как бы, здесь присутствует, я думаю, что большая часть людей, которые вот, ну, с PPC, у них будет только первый опыт запуска продукта или там запуска PPC, все же данный вебинар, как бы, был рассчитан на, ну, скажем так, ребят, которые вот только начинают, и у них там самые простейшие бинальные вопросы. А чтобы лезть в тонкости, и там уже вот такие вот танцы с саблями, да, то есть, как бы, это нужно отдельную тему. Это уже стратегии, стратегии таксики. На два часа, часов на пять, и я думаю, сюда экспертов нужно приглашать посерьезнее, чем... Да, тут будет вообще-то заруба жесткая. Да, там будет очень серьезно, потому что будет мнений много, а так как вот такие тонкости очень тяжело протестировать, тут у каждого свои будут доказательства, и в итоге, я думаю, после такой зарубы не останется однозначного решения какого-то, как все-таки там правильнее поступить. Будет решение такое, что возможно в таких ситуациях возможно нужно делать так, а возможно в таких ситуациях возможно делать так. То есть мы просто пополним наш бога знаний, да, новую информацию. Да, именно обмен опытом. А если сейчас эту информацию начать вываливать здесь, то, ну, как бы, я думаю, что вот тех людей, которые на еще начальных этапах, у них просто вскипит мозг, и они скажут, да, ты пред, это все ваше PPC, и ну его в задницу, и он лучше пойдет к индусам, и мне индусы все продвинут, и не буду я ломать голову с вашим PPC. На самом деле, PPC это банальное самое, ну, как бы, для, скажем так, вот, если брать этот самый принцип Парета, да, 20 на 80, то, ну, вот эти 20 самых простых действий принесут вам 80% результата. А все вот эти остальные тонкости, это тоже, ну, то, куда вам возможно в будущем нужно будет лезть, а возможно вам проще будет нанять какого-нибудь PPC-шника, если у вас там результат уже хороший будет, и пускай он в этом варится. То есть, на самом деле, вот, основное, минусуем, скачиваем отчет, смотрим на отчет, минусуем грязь, корректируем ставки, добавляем новые ключевые слова. Прошла неделя, все абсолютно то же самое, еще неделя, все абсолютно то же самое. ОКОС, после того, как грязь все будет заминусовывать, ОКОС у вас сам будет улучшаться, улучшаться и улучшаться. Ставки будете корректировать, ОКОС тоже будет улучшаться, улучшаться и улучшаться. Ничего тут сверхъестественного, когда вам говорят, что там PPC, это что-то там прям вот, ну, нужно второе высшее получить для того, чтобы понять, как там разобраться с этим, это все, ну, ужасы непонятно кого и кто это придумал, все абсолютно просто, как бы, это он там в гуглах всяких и так далее, там все куда сложнее, потому что там уже идет более глубокий анализ и так далее, то есть там показатели просто огромные тучи, а тут у нас с Амазоном не дает никаких показателей, там, таких подноготных, как там, допустим, в AdWords, да, и тут как бы, ну, анализируем, исходя из того, что у нас есть, и что-то сверхъестественного сделать мы, ну, просто физически не можем, поэтому, ну, буквально три простых действия, минусуем, корректируем ставки, добавляем новые ключи, все, ничего нового придумать не надо. Только алгоритм нужен действие, простой, вот именно запустить человек, когда он уже это понимает, то есть именно вот вникнуть, мне кажется, вот самое основное. Ну, чтобы запустить, вот, тоже автомат, из автомата переведет в ручник, в три типа соответствия, и по кругу, по кругу, каждую неделю, выделяем там в субботу или в воскресенье вечером, пару часов, скачиваем отчетик, по нему проходим, корректируем, и забыли еще на неделю. Еще на неделю опять корректируем, и, как бы, главное, не пугайтесь вначале, будет высокий окос, будет все плохо, будет много кликов, которые не приносят продаж. Ну, как бы, ну, это начало. Оно в PPC другое, ну, если у вас даже будет там все супер в начале, это вас только расслабит, и, как бы, ну... Про психологию еще расскажи. Да, вначале все будет плохо, настраивайтесь на это. То, что бывает просто на психологии именно принимается неправильное решение, и они потом портят всю работу предыдущую. Да, да, вот именно так у меня поначалу и было, когда я вижу, что там за день улетело 20 долларов, и одна продажа, и я понимаю, что это все в минус, я думаю, что, ну, и стик с ним, а я завтра поставлю 40 долларов, и у меня станет лучше. А почему это должно стать лучше, я ничего не понимаю, потому что не минусую, не корректирую ставки, вообще несколько ручных компаний, каждая делает обо что, они никак не взаимосвязаны. Ну, да, главное, будет не начинать. Ну, главное, относиться к этому просто как к цифрам, и, ну, да, это деньги, конечно, ваши, которые утекают сквозь пальцы, ну, вы просто покупаете статистику в Амазон. Ну, просто относитесь к этому как будто вы просто вот платите деньги Амазону за то, что он вам приоткроет свой кладезь знаний по статистике вот именно в вашей там нише, да, то есть вы будете знать, что там происходит. Вот, именно такое отношение, и все будет окей. Тут еще кто-нибудь остался, или мы тут уже втроем? Нет, тут написано, вот в авторекламу нужно включать минус-слова срочной рекламы. Мы это говорили? А, ну, так я отвечал на этот вопрос, который сильно прожигает бюджет. В авторекламу нужно включать минус-слова срочной рекламы. Это, я думаю, что это вопрос, да, это, на гряде утверждений это вопрос. Нужно включать в минус-слова только те минус-слова, которые у вас, ну, в автоматические минус-слова нужно включать только те минус-слова, которые у вас минус-словами являются в ручной кампании. Сами ключевые слова не нужно вносить в минус-слова автоматической кампании, потому что они, если у вас будут кликанье, ну, я просто на этот вопрос отвечал уже очень-очень-очень разжеванно. Видео посмотрите заранее, потому что надо переваривать. Наверное, ты просто вопрос не ушел еще вниз, а ты, наверное, что-то отвернулся и ответил на него. Понял. Жалко, что здесь прокрутить вопросы нельзя, и, как бы, иногда не понимаешь, как бы, что там, какой вопрос за каким, они чуть-чуть скочат, и все. Главное, бухать не начинается, да, это самый главный. Хорошее отношение, так будет легче. Да, именно так, потому что это цифра, ну, да, это деньги, ну, ну, что делать. Надо просто готовиться к тому, что, когда вы покупаете товар и везете на Амазон, иметь бюджет в запасе. Нельзя тупо привезти товар и ждать, когда у вас будет продажа. Неважно, куда вы будете вкладывать, в какой вид продвижения. Все равно придется, как минимум, 50% еще иметь в запасе от положенных денег. Ну, я даже больше скажу, то есть, как бы, образно, ну, как бы, это, правда, хоть и не тема нашего, да, этого лайва, но, тем не менее, друзья, вы должны понимать, что, как бы, вы, если уже настроены на, как бы, везти товары с Китая и торговать на Амазоне, то вы должны понимать, что даже если у вас, как бы, ну, вот вы вбахали все деньги, и то, чтобы привезти, и там, ну, вам хватило денег на рекламу и так далее, то вы должны понимать, даже если вы начнете круто продаваться, вам срочно нужно будет еще денег больше, чем вы вложили в начале, ну, или хотя бы столько же, чтобы закупить вторую партию. Ну, да, у вас там уже минимизируются затраты на какие-то сэмплы, на каких-то дизайнеров, фотографов, листингов, ну, и так далее, то есть, у вас меньше будет затрат, вот на такие вот одноразовые затраты, да, то есть, ну, вам нужно будет закупить товары, и, возможно, больше, если товар хорошо взлетит. А если вы попадете в автосток, потому что не рассчитали бюджет, и просто вам не хватило денег на вторую партию товара, то вот это вот все, что вы будете делать, оптимизировать ваши листинги и так далее. Если вы после того, как товар закончился, провестите месяц в автостоке, подняться и вернуться на те же позиции, на которых вы были, будет, ну, очень сложно, очень сложно. Поэтому заранее рассчитывайте как-то так бюджет, чтобы вы могли закупить вторую партию при необходимости. Хотя бы морально. То есть, если у вас есть, допустим, пять тысяч, да, и вы готовы вложиться там в данный тип бизнеса, ну, как бы, опять же, если вы уверены в продукте, то вы вкладываете где-то две, две с половиной, но иногда там три тысячи, да, то есть, как бы, потому что Амазон вам, во-первых, деньги сразу там не переведет, пока они перейдут на пионер, пока там эти все танцы с бубнами, ну, и не всегда вы там эти вот там пять тысяч или что-то вы планировали даже заработать с этого, то не факт, что вы все эти деньги получите на карточку сразу там, возможно, вы получите только половину там, или по проценту сорок того, что вложили, а все остальное там еще будет как-то продаваться на Амазоне, вам уже нужно ввести новую партию, и вам нужно будет еще найти где-то там, ну, скажем так, денег. Ну, оставляйте какой-то запас на вторую партию. В принципе, я думаю, можно закругляться, вопросов особо нет. Сергей, большое спасибо. На мой здоровье. Вот, а я еще раз хотел повторить по поводу того, что такой информации по PPC реально нет, это сто процентов, это просто ее вообще нет, в принципе, потому что я сомневаюсь, что здесь кроме нашего любимого товарища, который тут комментировал за нас половину, ну, вот, Алексея, Александр, точнее, Ковалев, вот, больше и пообщаться по поводу PPC нет, потому что с кем бы я ни общался, мало кто так глубоко внедряет спрос PPC. Ну, реально, я очень с большим количеством людей общаюсь, не важно, там, индусом они отдают, не индусом, очень многие работают именно поверхностно, с низкочастотниками только, среднечастотниками, то есть, ну, вообще не загоняются. Вот, из-за этого я бы и хотел сказать, что большое спасибо такой, ну, то есть, много раз можно пересмотреть, и каждый раз что-то новое можно найти, задумываться просто. Есть о чем, в принципе, есть контакты, Сергей, можете, он админ этой группы, вот, то есть, можете зайти, пообщаться, ему что-нибудь написать, он вам ответит. В любом случае, бесконечно он вас консультировать не собирается, потому что это специально для этого делаю, я вот эти лайвы для того, чтобы было меньше вопросов. Просто посмотрите, не поленитесь. Не поняли с первого раза, со второго, ну да, можно позвонить, там, попросить, там, пообщаться, переписываться, там, и так далее. Но не надо заранее сейчас все ему писать, и заново все эти вопросы задавать. Потому что и я эти лайвы провожу именно для того, чтобы меньше, меньше, меньше просто об этом говорить, об одном и том же. Информация просто устаревает, мы что-то новое даем. Информация устаревает, потому что я говорю, я никакие курсы записывать не буду никогда. Даже если мы будем заниматься обучением, там, что у нас есть сейчас проект по обучению, но он в любом случае будет мега нестандартный. То есть, абсолютно нестандартный, как остальные. Ну, мы вот такие вот, белорусы, украинцы и русские, с казахами, и мы необычные товарищи. Вот, и за это, в этой ситуации, я могу просто поблагодарить и сказать, что советую еще раз пересмотреть. Я сам пересмотрю, потому что, вот, переварить особенно начало, это надо взять бумажку, мне кажется, и ручку, и понять, там, Вася, Песе, кому там что отдал, я у нас, с каким молотком пришел. Вот, так что, в принципе, вот так. Александр Ковалев нас захочет выступать, мы ему дадим площадку, с удовольствием, может, он там сам что-нибудь проведет. Вот, так что, по ППС, я думаю, на сегодня достаточно. Два часа практически отбомбился. Сколько там, литр воды, наверное, выпил? Ну, не литр. Да, и непривычно, да? Первый раз необычно. Пусть уже нужно. Да, первый раз необычно, да, так, все равно ощущения такие, необычно. Горло пересыхает, да, ну, на самом деле, я вначале немножко, там, как бы, ну, понимал, что тяжело будет воспринять этих вайс, петь и так далее. Да. Немножко переживал, что будет непонятно. А потом, как бы, ну, уже когда проще начал, там, уже детали на пальцах рассказывать, там, уже проще стало. Ну, реальный кейс, это что подразумевать? Вот здесь вот пишут, реальный кейс, ну, у нас есть сейчас, у нас будет предложение, мы просто выкинем, как бы, потом расскажем, и будет реальный, супер реальный кейс, в котором будут участвовать все мои, не все мои друзья, вот, и, в принципе, можно в этом поучаствовать в будущем. Ну, это мы потом расскажем, просто пока к этому только готовимся, потому что просто так делать какой-то сырой продукт тоже не хотелось бы, и в любом случае, понятно, проведу, слушал специально. Ну, да, в любом случае, людей, что интересует, согласен. Ну, и вот мы просто везде во всем нужен опыт. Это новый опыт и навык. Мы, как бы, над этим и работаем, и понимание не то, что там спроса и предложения, а в первую очередь, сами эти лайвы проводим, также развиваемся и учимся. И знакомимся с новыми людьми, потому что все равно будет после этого лайва, опять же, обращение к Сергею кто-то обратится, и еще там, и ко мне, и, думаю, Александр, к тебе тоже. И не один человек. Вот тут Дениска пишет, что-то. Так что все, все обычно, как всегда. В принципе, я думаю, все. Всем удачи, всем пока. Есть что сказать, Сергей? Ну, последний вопрос я вижу. Дмитрий Медведев написал. Ребят, а где эта группа? Как Сергей? Какой Сергей? Сергей, вот мы в группе находимся. Участники. Меня, наверное. Да, да. Я не совсем понимаю. Ну, наверное, группа, вот в котором сейчас проходит. Ты, может быть, где-то дал ссылку на какой-нибудь там YouTube или куда-то еще. Давайте, давайте я объясню еще раз. У нас есть вот группа. Amazon Seller Number One. Нажимайте участники. Я не знаю, видео будет, там видно, не будет. Участники нажимайте. И здесь будут администратор. И здесь будет как раз Денис Сулимченко и Сергей Грин. Вот. И все. Просто смысл в ленту кидать ссылку на их аккаунты бессмысленно. Здесь три-четыре, четыре этих всего остается и все. Так что вот в этой группе Amazon Seller Number One вы всех найдете. То есть вот те люди, которые, я думаю, вам были бы не нужны как бы для этого. Мне кажется, все, кто в команду к нам вливается, они вот в этой группе будут админами. Постепенно. Вот. У кого будет, естественно, желание к этому. Потому что далеко не у всех есть желание. Как бы мы со многими просто общаемся, дружим, с кем-то вместе более плотно работаем. А группа по Акос-Кокос, я ссылку скидывал, это Александр как раз. Это чисто группа, именно специализирующаяся на пейпер-клите. Ну вот. То есть, в принципе, я думаю, все уже все поняли. Видео пересмотрен. Все ссылки есть. Вот. Так что... Так что вот так. Вот еще Александр еще раз докинул, чтобы это самое. Чтобы уж точно не забыли, подытожил. Но в любом случае, под видео можно будет потом ссылки скидывать. То есть, ничего такого нет. Всем удачи, всем спасибо, всем пока. Пока.